Мир на грани апокалипсиса. С такими сенсационными заголовками недавно вышли сразу несколько британских изданий. Поводом к этому послужило заявление астрофизика Кембриджского университета Актерта Шервинского. Он утверждает, что 1 июня 2014 года Землю накроет гигантское кислотное облако, двигающееся в нашем направлении из черной дыры в созвездии Персея. По предположению ученого, день, когда это облако соприкоснется с атмосферой нашей планеты, станет последним днем жизни на Земле. Кислотой будет уничтожено все живое. Вслед за британскими газетами с материалами о грозящей космической катастрофе вышли американские газеты и интернет-ресурсы. Однако НАСА до сих пор не дает никаких комментариев. Неужели мир оказался на грани нового апокалипсиса? Но каким он будет? И сможет ли человечество избежать гибели? Вот так выглядит гигантское кислотное облако, которое стремительно движется в сторону нашей Солнечной системы. Раскинувшееся на 16 миллионов километров, оно было обнаружено обсерваторией НАСА еще в 2007 году. Однако поначалу астрофизики не придали своему открытию особого значения. Ведь по расчетам облако должно было миновать Землю. Но сейчас ученые дают неутешительные прогнозы. Опасный космический объект движется прямо к Земле. Эффект воздействия кислотного облака будет сродни тому, как если пролить на рукописный текст соляную кислоту, которая разъест чернила и превратит бумагу в месиво. Потому что у нас атмосфера, она не такая уж и большая. Основная плотность 5-6 километров. А дальше идет очень быстрое разряжение. Так вот, если такая вот кислота, значит, это в принципе в действительности сделает всю атмосферу. Но раз у нас не будет атмосферы, то какая может быть, что с у нас на Земле? Естественно, тоже будет гибель. Двигаясь к нашей планете, кислотное облако разрушает все на своем пути. В том числе кометы, астероиды и даже звезды. Сейчас перед учеными встала задача в кратчайшие сроки найти способ защитить планету от газа и кислоты, которые направляются к нам из космоса. Но выполним ли она? Ответить на этот вопрос пока не может никто. Конечно, если у нас, значит, сделают специальные средства, которые будут расчищать, вот, с помощью, опять же, тех ядерных распылений, вот, тех же самых осколков метеоритов, которые можно будет подгонять туда вперед, впереди Земли, устанавливать для того, чтобы прочищать ей дорогу, чтобы она прошла спокойно. Технически эту задачу, она, в принципе, решаема. И сделать ее, даже, думаю, с нашими технологиями, если объединить все усилия стран, мы смогли бы. Насколько, так сказать, мы готовы к этому объединению, и насколько мы боимся, и реально думаем об этой опасности, это другой вопрос. Вот, поэтому, если она возникнет, то, скорее всего, опять же, человечеству приходит, придет конец. Большинство ученых считает, что самая главная опасность для человечества скрывается в космосе. Последние астрономические данные говорят о том, что в галактике существует более 6 тысяч объектов, способных уничтожить нашу планету. Наблюдательные возможности землян, с тех пор, как в космос выведены очень хорошие системы, оптические и другие, ну, существенно расширились. Мало кто, так сказать, заявляет об этом. Ну, каждый день, каждый день открываются новые экзопланеты какие-нибудь там и так далее. То есть наблюдательная астрономия очень сильно, так сказать, продвинулась вперед. И, естественно, что эти малые какие-то небесные тела фиксируются значительно в больших количествах. Отсюда, так сказать, понимание того, что какой-нибудь из этих тел может по Земле ударить. Комета, там, астероид, метеорит, сгусток космической пыли и так далее. На эту реальную угрозу уже обратили свое внимание ученые из Роскосмоса и НАСА. Буквально несколько месяцев назад Конгресс США поставил перед астрофизиками сложнейшую задачу. К 2020 году обнаружить до 90% всех объектов, которые могут нести гибель человечеству. Мы маленькая песчинка. Даже вот сейчас появилась недавно фотография Земли с Марса. Сфотографировал марсоход нашу Землю. Маленькая песчинка. Ее трудно разглядеть. Нас окружает огромный, постоянно меняющийся космос. В котором постоянно приходят измерения. А мы существуем в настолько хрупко сбалансированной системе, которая держится на физических законах, там, гравитации и так далее. Когда стоит чему-то разбалансироваться, и это вызовет такой поток изменений, допустим, между Марсом и Юпитером, пояс астероидов. Которые, если разбалансировать, то эти астероиды полетят, разлетятся во все стороны. И мало не покажется никому. По расчетам ученых, в 21 веке потенциальная опасность для землян представляют сразу несколько десятков астероидов. Всему виной их масса, диаметр и траектории движения. Это было ярко продемонстрировано природой год назад, знаменитым Челябинским метеоритом. Который просто произвел реальное разрушение, травмировав даже людей и прочее, прочее. Значит, это был небольшой объект, порядка, там, нескольких десятков метров. А, значит, на границах Солнечной системы этих объектов мириады. И под действием гравитационным от других больших планет, в основном под действием Юпитера, их регулярные орбиты могут сбиваться. И тогда они начинают лететь уже по некой своей нерегулярной орбите. Все они в определенные моменты могут пересечься с орбитой Земли. А это значит, что в ближайшие десятилетия существует вероятность глобальной катастрофы. Астероид отличается следующим. Он тяжелый, большой, ну, там, сотни метров. Но он непредсказуемо летит. Он, во-первых, вращается вокруг двух продольных, так сказать, и поперечной оси. То есть, вообще-то, летит не центросимметрично. И вот орбиту, ну, можно рассчитать, но с определенной только погрешностью. Кроме того, он обладает значительно меньшей массой, чем, ну, например, какая-нибудь планета. И планеты, мимо которых он пролетает, или Солнце, существенно могут повлиять на траекторию движения этого астероида. Я уже не говорю о том, что есть такая вероятность, теоретически, что он по дороге к нам, условно говоря, сталкивается с другими какими-то небесными, там, метеоритами, там, космической пылью, вспышками какими-то протонами. И это тоже может поменять его орбиту. Поэтому и в Штатах, и у нас в свое время уже были разработаны проекты, связанные с отслеживанием движения небесных тел, даже уже не ближнего, так сказать, среднего космоса. Но вот когда точно это произойдет? На этот вопрос ученые уже ответили, правда, не совсем однозначно. Специалисты НАСА утверждают, что первое столкновение случится 13 апреля 2029 года. Их коллеги из Кембриджского университета считают, что это произойдет в 2036 году. Единственное, в чем сходятся ученые, это то, что настоящий космический апокалипсис на нашу планету принесет открытый в 2004 году астероид Апофис. Апофис. Диаметр 380 метров. Масса 35 миллионов тонн. Средняя скорость 35 километров в секунду. Но каковы будут масштабы разрушений при столкновении с Землей? До недавнего времени ученые не могли точно ответить на этот вопрос. Однако несколько месяцев назад в Национальном центре космических исследований, находящемся во Франции, удалось смоделировать последствия падения астероида. Обнародованные результаты стали поистине сенсационными. Взрыв при столкновении составит более 600 мегатонн. Для сравнения, энергия взрыва термоядерной авиационной бомбы «Царь-бомба» на полигоне «Сухой нос» в 1961 году составила всего 58 мегатонн. А энергия взрыва ядерной бомбы «Малыш» над Хиросимой в 1945 году была 18 килотонн. Несложно представить, насколько разрушительными могут быть последствия от столкновения Апофиса с Землей. Астероидная опасность, когда размеры сотни метров, она переживаема человечеством. То есть гибели могут быть массовые очень. Но за 5-10 лет можно предпринять меры предосторожности какие? Можно эвакуировать целые страны. Если он упадет, не дай бог, в океан, такой астероид, то будет цунами высотой сотни метров, волны. Значит, надо будет все прибрежные страны выселять. То есть, по крайней мере, эта катастрофа чудовищная, но человечество выживет. А вот ежели падает объект размером десятки, сотни километров, то тогда может погибнуть и вся цивилизация целиком. Астероидные катастрофы в истории Земли не редкость. Одна из самых разрушительных произошла в Чексулупском бассейне штата Юкатану, Мексика. 65 миллионов лет назад там упал и взорвался астероид, который вызвал грандиозный цунами и землетрясение силой в 10 баллов. Именно из-за него, как считают ученые, вымерли динозавры, а также более 80% животных, населявших тогда Землю. Таким трагическим образом на планете закончился меловой период. Но есть ли возможность избежать повторения столь масштабных катастроф? И можно ли предотвратить гибель человечества? Самый универсальный путь, который я вижу на сегодняшний день во всей этой работе, он сводится к двум направлениям. Значит, первое направление, которое проще понять, это решение задач космической экспансии. Космическая экспансия позволяет закрыть, или начать закрывать, по крайней мере, основное множество угроз существующих. Почему? Потому что она позволяет преодолеть главную уязвимость человечества. Его зависимость, стопроцентную зависимость от того, что будет с Землей. Стопроцентную зависимость от судьбы Земли. И поэтому решение этих задач представляется крайне важным. Ученые считают, что в Солнечной системе существует всего пять планет, которые может колонизировать человек. Но при этом просто прилететь и жить на них невозможно. К примеру, находиться на Марсе без защитного костюма нельзя. Человек попросту самовозгорится. Условия на Марсе, на неделе, они отличаются от Земли. На Марсе декотение примерно в три раза меньше, чем на Земле. И опять же, возможно, как-то будет повлиять состав атмосферы. Непонятно, насколько она будет изменена, и насколько будет, скажем так, какие будут меры предприняты, для того, чтобы там мог жить человек. Поэтому вполне может быть, что сам человек будет меняться. Возможно, он станет, ну, скажем так, выше и тоньше. У него будут какие-то более тонкие кости, он будет выше ростом. Во многих произведениях фантастик, кстати, очень проблема исследована. Но каких-то точных, скажем так, сведений о том, что с ним будет, к сожалению, дать сейчас невозможно, потому что такие исследования не проводить. На Луне большое скопление радиоактивной пыли. На экзопланетах HD 85512b и Глизе 581d слишком высокая гравитация. Поэтому человек будет чувствовать себя, как пассажир самолёта при взлёте. И не ясно, насколько долго он сможет просуществовать в таком состоянии. Атмосфера, она там очень разреженная. И там очень небольшое количество, ну, практически израивающее количество кислорода в воздухе. На Земле есть магнитное поле Земли, которое защищает нас от внешних, скажем так, источников радиации. Есть толстая атмосфера, которая позволяет нам ещё дополнительно защищать, ну, скажем так, живые существа на поверхности Земли. Ну, и, наконец, можно и дышать атмосферой. А там этого ничего нет, и приходится, скорее всего, придётся строить какие-нибудь купола, и даже, возможно, какие-нибудь подземные укрытия, чтобы, во-первых, была какая-то полость, в которой можно поддерживать давление, а во-вторых, можно было бы защищать эффективно от радиации. Последний и самый привлекательный в этом списке, значит, Сувенера. Однако температура на её поверхности составляет не менее 500 градусов, и ещё нужно придумать, как выжить в этом пекле. Помимо этого, вопрос доставки людей на ту или иную планету по-прежнему остаётся открытым. Мы ещё не представляем, что из себя будет представлять человек, который, скажем, летел несколько месяцев или несколько лет в ракете. Так, а что говорить, когда это будут сверхтрудные условия, когда из ста человек один там свихнувшийся может погубить всю колонию? То есть проблем много. Ну, естественно, как говорится, под лежачей камень вода не течёт, поэтому надо работать всем. И физикам, и энергетикам, и астрономам, и инженерам, и психологам, и медикам. Более того, по прогнозам астрофизиков, решение столь глобальной задачи, как переселение на другие планеты, займёт у человека не одну сотню лет. Выход из ситуации только один – устранять проблему здесь и сейчас, выигрывая ценное время, оставшееся до катастрофы. Этим вопросом уже озаботились учёные Государственного центра ракетостроения имени Макеева. Наш проект предусматривает как бы двухэшелонированную такую систему. В одном эшелоне, в первом, находятся средства космические, которые далеко от Земли улетают и ведут просто мониторинг окружающего пространства. Они точно такую функцию навигаторов исполняют. Похожий проект защиты Земли существует и у специалистов из США. Их главное детище носит имя Хейв. И в отличие от нашего, уже проходят испытания. Этот космический аппарат будет осуществлять прямой перехват астерона. Если технологии его запуска и самонаведения при помощи оптических систем уже отработаны, то вопрос с ядерной боеголовкой, призванной уничтожить угрозу, до недавнего времени оставался открытым. Однако инженеры НАСА уже предложили свой способ решения этой проблемы. Высчитано, что если он будет подлетать со встречной скоростью, такой вот приличной, примерно 60 километров в секунду и больше, он просто погибнет механически. Ничего с ним не произойдет с этим аппаратом. Расплющится и взрыву никакого такого особенного не получится. Значит, впереди выпускается так называемый лидер. То есть происходит разделение от аппарата. Вот этот лидер летит и устраивает взрыв на этом астероиде. Даже, можно сказать, такой, ну, кинетический, механический взрыв, пробивая некую дырку глубиной метра 3-6, не больше. И уже в эту дырку, следуючи за ним, там, буквально через доли секунды, влетает головная часть боевая с ядерным зарядом. Однако, если человечество представляет, какими способами можно обезопасить себя от астероидной угрозы, то более пугающими выглядят опасения некоторых химиков и биологов разных научных сообществ мира. Ученые утверждают, что в скором времени мир накроет волна космических вирусов. Невидимые простому глазу сгустки космических бактерий прилетят к нам из космоса вместе с остатками комет и метеоритов. Но чем они угрожают планете и человечеству? До сих пор непонятно, и в научном мире так и не определили, они живые или нет. Ведь, находясь в космическом пространстве, внутри какого-то метеорита или там ядра кометы, они летят по космосу миллионы лет. Ну, казалось бы, какая тут может быть сохранена жизнь? А попадая в определенные условия, вот, например, на Землю, некоторые из них, не все, некоторые из них вдруг в некотором смысле пробуждаются, начинают выполнять какую-то программу. Уже сегодня научное сообщество бьет тревогу, ведь мир находится на пороге неизвестной пандемии. Совсем недавно в водах австралийского побережья был обнаружен вирус, который получил кодовое название «Пандора». Его размеры поражают своими масштабами. Неклеточные инфекционные агенты вируса можно разглядеть даже в обычном микроскопе. По одной из версий, пандора-вирусы – это не что иное, как древнейшие организмы, которые существовали на нашей планете задолго до появления людей. По другой – эти микроорганизмы были занесены на Землю из космоса. Пандора, которая имеет, по сути говоря, свое генетическое строение, резко отличающие от существующих у нас в обиходе известных вирусных микроорганизмов. Они целиком отличаются от своего генетического набора и тех самых генетического кода, которые у него существуют. И по количеству этих самых соединений. И вообще, этот самый порядок построения этих аминокислот, они резко отличаются от обычных, так сказать, вирусов, привычных нам. Ну и плюс к тому и размер. Который подразумевает возможность того, что это не земное происхождение. Эксперименты показали, что 95% генов этого вируса ранее не были известны науке. Более того, сам вирус оказался на удивление живучим и агрессивным. Он может жить абсолютно в любых жидких средах. Попадая с влагой на тело живого существа, будь то животное, рептилия или человек, этот вирус успешно размножается при помощи поглощения ДНК организма, который он атакует. Для примера, если вирус находится на микроскопической пленке влаги на поверхности контактной линзы, то попав на человеческий глаз, он за несколько дней сначала приведет к полной слепоте больного, а потом к параличу и, как следствие, к смерти. Вот это уже страшные последствия. Уже непонятно, что происходит, какие мутации дальше будут, как люди начнут гибнуть, и флора и фауна. Она уже, так сказать, фактически гибнет. Только в надежде, что этот вирус, он как-то сам по себе, может быть, затихнет. Ну, вирус – это реальная и, так сказать, однозначная потенциальная, скажем так, угроза. В 2014 году российско-французская группа исследователей во главе с учеными Жаном Мишелем Клавери и Шанталь Абержель сделала громкое открытие. В вечной мерзлоте колымской низменности они обнаружили новый жизнеспособный гигантский вирус, возраст которого оценивается в 30 тысяч лет. Но главная сенсация ждала ученых позже. В лаборатории им удалось оживить древний вирус. Пробы поместили в чашки Петри, в которых также находились одноклеточные амемы. Спустя несколько секунд вирус начал стремительно размножаться и поражать одноклеточные организмы, буквально пожирая их. По мнению ученых, новый вирус стал самым крупным из известных науки и, к тому же, неожиданно живучим. Вот когда они миллионы лет по космосу болтаются, эти вирусы, они никак, ни с чем никак не обмениваются. Значит, мертвые, не живые. А когда попадаются... Вот к нам то могут, я повторяю, не все, а могут начать вдруг такой обмен, и такой даже не обмен, а порабощение других каких-то структур, там, бактерий, или уже существующих вирусов, или, там, биологических структур, каких-то генов, там, и так далее. Так перерабатывать их начать, ну, как будто они прям такие живые-живые, прям живёсенькие, очень активные. А потом вдруг опять могут после этого в некую спячку такую опять впасть. Вирусологи уверены, что окончательные заключения, о последствиях, которым может привести распространение этого вируса-гиганта на Земле, делать ещё рано. Пока ясно, что по своему строению он является точной копией Пандоры. И также имеет более двух с половиной тысяч генов. Для сравнения, вирус ВИЧ содержит всего 12 генов. Сегодня исследователи не готовы ответить на вопрос, какие ещё микроорганизмы находятся в вечной мерзлоте, и не окажутся ли они ещё более опасными. Но учёные уже готовятся к самому худшему. Если под воздействием глобального потепления льды начнут стремительно таять, то велика вероятность, что законсервированный вирус попадёт в океан и распространится по всему миру. Недавно исследователи выдвинули гипотезу, согласно которой апокалипсис на Земле неизбежен. Однако он не погубит всё человечество одномоментно. Это будет долгий и мучительный процесс, свидетелями которого мы становимся уже сейчас. Америка на пороге уничтожения. Йеллунстоунский супервулкан проснулся и уже готов привести мир к катастрофе. Начиная с 2014 года на территории парка Йеллунстоун произошло более 60 подземных толчков. Самый сильный, магнитудой более 5 баллов, случился 30 марта. Жители Южной Калифорнии уже ощутили на себе его последствия. Любая вулканическая зона тектонически активна, потому что запасы магмы наполняются и опустошаются, как дыхание человека, вверх и вниз. В случае с Йеллунстоуном мы видим, что он заряжен, потому что он нагревается от магмы, ближе к центру Земли. И когда запасы магмы наполняются, это может привести ко множеству землетрясений. Они могут быть маленькими. Однако это все равно приведет к тому, что случится масштабная катастрофа и произойдет большой взрыв. Для нас это может быть необычно, но вулкан уже проснулся. Представьте себе, этому вулкану уже более 600 тысяч лет. И если произойдет извержение, это станет настоящей трагедией. Эта видеозапись была опубликована совсем недавно. На ней видно, как бизоны бегут из заповедника. Животные обладают прекрасным слухом и, по мнению ученых, реагируют на процессы, происходящие в глубине просыпающегося Йеллоустонского вулкана. Все животные чувствуют, да и люди тоже чувствуют, просто они на это не обращают внимания. А животные, они на это, естественно, обращают внимание. И то, что оттуда ходят не только бизоны, вообще все бежит живое, говорит о том, что может рвануть в любое время, в любой момент. Вот в этом году может тоже это произойти. Если Америка не примет существенных мер по ликвидации этого. Сейсмологи утверждают, что землетрясение вскоре повторится. И если магнитуда его толчков будет увеличена хотя бы на полтора балла, многие города Америки будут разрушены. А счет жертв может пойти на десятки тысяч. И это только начало. Вы даже себе представить не можете, что произойдет, когда Йеллоустон проснется полностью. И к цепочке все нарастающих землетрясений добавятся извержения. Сначала небольшие, а потом и цепочка самых максимальных. Вот тогда на планете начнется настоящий хаос. По данным некоторых исследователей, в кальдере вулкана уже бурлят потоки магмы. В случае, если извержение повторится, его мощность может быть равна тысяче атомных бомб. И вся Америка окажется погребена под слоем пепла. Собственно говоря, от них сейчас зависит жизнь всего человечества. Потому что если рванет, то вот тамбора в 1815 году рванула. Там было 150 кубов выкинуто, ну километров пыли. И летом был снег, был мощный неурожай, начался голод на земле. Здесь, тамбор, это в Индонезии, там небольшой. Здесь предполагается выброс 2500 кубов. А пыль она три года будет оседать. Ну так, где-то в среднем она оседает. Три года будет неурожай по земле. Представьте, что будет. То есть фактически человечество полностью деструклируется. В последнее время все сейсмометры Йеллоу-Стоунского парка каждый день фиксируют по несколько толчков. 2 апреля 2014 года были зафиксированы 6 подземных толчков. Правительство Соединенных Штатов Америки уже начало разрабатывать планы по эвакуации местных жителей в более отдаленные регионы. Соединенные Штаты Америки давно подписали договора с Африкой и Китаем о возможности переселения населения США района этого самого Калифорнии и Вайоминга будем говорить в Африку, там в Китай. И если вы возьмете средства массовой информации, да, то есть в интернете, то увидите так называемые города-признаки. Призраки. Построены города, в которых не живут люди. И все, как бы сказать, предполагают, зачем это надо. В том числе есть убежища, которые мы с вами неоднократно слышали, которые копали, там и в Соединенных Штатах Америки. Многие ученые уверены, что проснувшийся Йеллоустонский вулкан спровоцировал на землячьи ряду сильнейших землетрясений. 3 апреля 2014 года у берегов Чили были зафиксированы подземные толчки магнитудой 8,2 балла. Жертвами землетрясения стали 6 человек. Еще двое считаются пропавшими без вести. Более 900 тысяч человек были эвакуированы. 4 апреля в 50 километрах к западу чилийского города Икике была зафиксирована повторная серия подземных волнений. Магнитуда землетрясения составила 7,6 балла. В общей сложности специалисты зафиксировали еще около 20 повторных подземных толчков. Ну, как сами американцы считают, что 10 лет уйдет на восстановление после извержения такого вулкана до нормального состояния, когда люди могут вернуться обратно. Это с точки зрения вулкана. Если с точки зрения землетрясения, катастрофического отвала, ну, вы фильм «12.12» смотрели, наверное, «Апокалипсис». То есть он поставлен, и его сегодня очень часто средства массовой информации показывают, так сказать, в новостных роликах, чего ждать от этих вот Елоустона и, как бы сказать, землетрясения в Калифорнии. Специалисты утверждают, что Елоустонский супервулкан представляют угрозы не только жителям США, но и множеству других стран. Для того, чтобы представить его разрушительную силу, стоит заглянуть в историю, уверяют сейсмологи. Одно из последних извержений подобного масштаба произошло на острове Суматра несколько тысяч лет назад. В нашей истории существует множество супервулканов. Достаточно вспомнить супервулкан в Индонезии, если посмотреть на карты, то мы увидим образовавшееся после него озеро Тоба. Его длина 80 километров, а ширина и вовсе 5-6 километров. И именно в этом месте произошел взрыв супервулкана Тоба. Это была одна из самых страшных и масштабных катастроф. Его сила и мощь уничтожило все живое. На его месте сейчас находится озеро. Правда, многие геологи выдвигают версию того, что извержение этого супервулкана может повториться, ведь он до сих пор активен и до сих пор может представлять опасность. Масштабы его разрушений в древние времена поистине ужасны. Тогда супервулкан Тоба сократил численность жителей в 15 раз. В живых оставил лишь 5000 человек. Количество погибших животных и растительности и вовсе не поддается подсчету. На месте взрыва образовалась воронка площадью практически в 2000 квадратных километров. В нее спокойно бы уместились такие города, как Лондон или Нью-Йорк. На Йеллоустонский супервулкан в несколько раз превосходит размеры супервулкана Тоба. А это значит, что последствия от его извержений будут катастрофическими. Ну, во-первых, извержение большого количества лавы, оно как раз в Северной Америке, от нее ничего не останется, если рванет этот вулкан. Во-вторых, вот этот выброс этого огромного количества пыли в атмосферу, именно в стратосферу, потому что большие взрывы происходят, приведет к тому, что начнется охлаждение вообще всей планеты. Охлаждение – это фактически наступление ледникового периода. Пока это все упадет, пыль, значит, 3 года как минимум пройдет, потом это должно все растаять, и опять всякие наводнения там начнутся и прочее. То есть катастрофы будут. Йеллоустонский супервулкан уникален. У него нет жерла, и выглядит он как обычная впадина, которую специалисты называют кальдером. Сделанные недавно фотографии со спутника показали, что площадь супервулкана составляет не менее 4000 километров. И если он проснется, а он проснется, потому что чистота землетрясения связана с чистотой страха человека. И об этом говорил еще и Махан Маганди, и Рерих, и даже Лев Толстой. У него можно найти. Значит, смотрите, чистота, она способна накапливаться во всей вот этой земной структуре. И она вызывает эти землетрясения в действительности. Сейчас же там почва нагрелась уже до кипения. То есть уже вот с 2003 года началось постепенное, значит, разогревание. И вот сегодня, значит, уже в озерах там повысилась температура на 20 градусов. Почва уже разогревалась. То есть магма подошла близко. И если напряжение они не снимут у населения, произойдет взрыв. Снаружи Йеллоустоун выглядит, как обычный заповедник. Живописный ландшафт и множество видов животных. Однако внутри него располагаются резервуары с раскаленной магмой. В течение сотен тысяч лет она давит на поверхность земли, создавая напряжение слоев почвы и небольшие надрывы, через которые в скором времени, возможно, и произойдет масштабное извержение. Увидеть это можно будет уже скоро, я думаю. Тем более, что этот процесс взаимосвязан. Представьте себе, сначала магма начинает извергаться сквозь небольшие надрывы. Дальше давление все возрастает. И вот эти надрывы, 10 их или 50, обязательно приведут к гигантскому надрыву. Именно в этот момент начнется суперизвержение. Тогда никому не поздоровится. Сотни кубических километров запаса магмы извергнутся в атмосферу. Буквально за минуты. Это очень опасное событие. И это приведет к огромному всемирному разрушению. Это будет климатический апокалипсис, который может привести к концу всего живого на Земле. Ученые утверждают, что за минувшие 2 миллиона лет в Йеллоустоне совершилось 3 сверхмощных извержения. И каждое из них могло превратить как минимум полконтинента в безжизненную пустыню. Извержение одного мощного вулкана, как правило, стимулирует извержение мелких вулканов. Сейчас около 100 вулканов, которые могут вместе с этим Йеллоустоном тоже взорваться. А это еще дополнительное количество пыли, это еще дополнительное количество жертв человека. Предполагается, что погибнет значительная часть. То есть из трех только один остается живых. Последние расчеты показывают, что за несколько лет почва над Йеллоустонским супервулканом поднялась почти на 2 метра. Эти данные в 45 раз превышают показатели 2010 года. Если взрывы не миновать, то какие последствия могут ожидать человечество? И сможет ли извержение такой силы привести к апокалипсису? Выжить в новых условиях, когда отсутствует пища, невозможно заниматься сельским хозяйством, животное отсутствие. То есть самое интересное, что у нас 500 этих станций ядерных построены в так выбранные места, что они оказались совсем на геологических разломах. А они тоже рванут. А это где-то около 3000 будет рентген. То есть у нас самые 600 рентген – это сразу смерть человека, а 3000 – это смерть всем. Помимо этого, у нас очень много химического оружия, складов. Во время заметресений все это может опять попасть в воду, попасть в атмосферу. Ответы на эти вопросы были найдены учеными университета штата Юта. Они с точностью до мельчайших деталей просчитали и воссоздали картину полного развития событий после того, как начнется извержение Йеллоустонского супервулкана. Вот как это будет. Для начала нужно понять, что этот процесс уже запущен. Конечно, мы можем предполагать, что произойдет множество сценариев. Однако давайте все-таки приблизимся к самому реальному из них, тому, о котором ученые уже говорят, как о неизбежном. Извержение рано или поздно случится, а те гигантские потоки лавы, спрятанные внутри вулкана, вырвутся наружу. Именно в этот момент жители США могут стать главной мишенью вулкана. Именно для этого был рассчитан основной вариант развития событий. И он, надо сказать, неутешительный. Все начнется с резкого подъема и перегрева земли в Йеллоустонском парке. Огромное давление прорвет кальдеру. Из нее выльются сотни тысяч кубических километров лавы. Взрыв, который произойдет, будет сопровождаться землетрясением в 10 баллов и лавовыми потоками, развивающими свою скорость в несколько сотен километров в час. Понимаете, эта проблема уже назрела, и она затронет всех. Раскаленная лава сметет все на своем пути. Об изменении климатических условий даже страшно говорить. Эти изменения приведут планету к глобальному кризису, и такие вещи, которые кажутся важными сейчас, о них мы просто не будем вспоминать. Ни о какой геополитике речи быть не может. Все будет подчинено лишь мысли о том, чтобы выжить. Мне кажется, что последствия этого извержения будут ужасающими. В то же время они смогут сплотить все население мира для того, чтобы мы занялись одной единственно важной проблемой выживания и приведения нашей планеты в порядок. Извержение будет продолжаться от трех до пяти суток. Но люди и животные будут погибать не от пепла и лавы, а от удушливого дыма и отравления сероводородом. Толстым слоем пепла покроется вся территория США. С лица земли будут стерты штаты Айдахо, Монтана, Вайоменки и Айова. Образовавшаяся озоновая дыра вырастет до таких размеров, что уровень радиации приблизится к чернобыльскому. Радиационный фон – это вообще отдельный разговор. Именно он повлечет за собой основные глобальные последствия. Представьте, что те люди, которые все-таки смогли спастись, начинают жизнь заново. Ведь уровень радиации резко не пропадет. И тем, кто выжил, придется с ним жить. Это приведет к ужасным последствиям. Это будут и мутации, и огромное количество смертей от онкологических заболеваний. Я уже не говорю о том потомстве, которое будет рождено после этой катастрофы. Это станет глобальной трагедией, пережить которую мы сможем. Правда, на это понадобится множество лет. Серьезно пострадает южная часть Канады. При этом Йеллоустонский гигант вызовет цепочку извержений океанских вулканов, которые, в свою очередь, породят множество цунами. Когда вот эти вот вулканы начнут рваться, вместе с Йеллоустоном, 100 вулканов, там же большие получатся цунами. То есть это огромные волны, вот как было в Таиланде. Но в Таиланде еще не так сильно было. А здесь 100. Смоют все островные государства, и вообще все прибрежные районы. С одной стороны. Но ведь волны будут, если они много, километровые. Ведь они же будут достигать центра континентов. И если у нас при строительстве, той же Братской ГЭС, 5 метров, значит, поднялась вода, и 5 баллов было землетрясение сразу. То есть метр воды увеличивает давление на площадь земли и вызывает уже сразу землетрясение. А здесь километровая волна. Ну, как можно будет тут сидеться в бункере при таком давлении сверху? Естественно, это братские могилы для этих, значит, сильных мира сего. Тысячи кубических километров пепла, выброшенные в атмосферу, закроют солнечный свет. Вслед за этим произойдет резкое снижение температуры воздуха. Наступит ядерная зима. Ее продолжительность составит около 5 лет. В событиях такого масштаба заключается вся катастрофа. Представьте себе 5 лет ядерной зимы. Нет ни солнца, ни урожая, да и с запасами воды, я думаю, будет не все так хорошо. Что делать выжившим людям? Наверное, искать жизни на других континентах. Но вот вопрос, останется ли она там, до сих пор открыт. Огромные горы пепла, преследующие людей повсюду, рост астматических и бронхиальных заболеваний. Это все приведет население к неутешительным результатам. Об этом мы должны думать уже сейчас, а не замалчивать проблему, которая стоит на повестке дня. Кислотные дожди лишат жителей Земли урожая. Сильнее всего от голода пострадают страны-миллиардеры, Индия и Китай. Здесь от голода уже в ближайшие месяцы после взрыва погибнет до полутора миллиардов человек. Всего же за первые месяцы катаклизма умрет каждый третий житель Земли. Вдумайтесь в эту цифру. Получается, что мы живем на своего рода часовой бомбе. Попросту говоря, мы просто блохи, живущие на загривке слона. Мы на этой планете только гости. И я уверяю вас в том, что мы от нее полностью зависим. Все эти катаклизмы, вызванные извержением супервулкана. Это и цунами, оползни землетрясения, потоки лавы, в конце концов, ядерная зима. Они могут привести нашу планету к уничтожению. Я думаю, что мы должны кардинально поменять свое отношение к Земле и ресурсам. И в современном мире мы слишком удобно устроились, и уже ни правительство, ни какие другие силы не смогут спасти нас от этих проблем. Единственными регионами, которые смогут уцелеть в этой масштабной катастрофе, по мнению ученых, станут Сибирь и восточноевропейская часть России. Ведь они расположены на сейсмоустойчивых платформах, а это значит, что они будут удалены от эпицентра взрыва и защищены от цунами. И если даже небольшая группа людей все же уцелеет, то не опустится ли новый мир до хаоса и разрухи, где каждая группа людей, а может быть и единицы, будут выживать только ради себя? Если это произойдет, то мы попросту вернемся на множество веков назад, где каждый сам за себя, и все начнется заново. Все бессмысленные войны между нациями и государствами, и это отнюдь не улучшит жизнь. Поймите, это для нас в первую очередь урок, которым мы должны воспользоваться, и мы должны сделать соответствующие выводы. Но может ли человечество жить, не опасаясь, что когда-то на Землю обрушится гигантский астероид, или планету накроет эпидемией неизвестного космического вируса? По мнению исследователей, ответы на эти вопросы кроются в древних пророческих книгах, которые уже сотни лет представляют загадку для историков всего мира. Ведь они несут человечеству знамение грядущего апокалипсиса. Представьте, мы живем неизвестно, что будет, неизвестно, зачем я живу, чего хорошего в моей жизни, принесу кому-то пользу, не принесу. А тут ситуация, мы живем, мы последние люди этого мира, после нас свершится судьбоносное событие, апокалипсис, мы живем при конце света. Наша ценность неимоверно повышается, мы становимся свидетелями величайшего события. Это одухотворяет, это приносит смысл жизни, это очень важная вещь. Поэтому мы пытаемся и через это наполниться смыслом жизни, если обсуждаем это окончание. По расчетам великого английского ученого Исаака Ньютона, апокалипсис настанет в 2060 году. По предсказаниям Нострадамуса, в 3242 году. В хронике свидетельствуют, что с начала новой эры человечество ожидало конца света более ста раз. Однако ни одно из этих предсказаний не сбылось. Неужели Армагеддон никогда не наступил? Мы с вами прекрасно знаем, что существуют фатимские пророчества, существует пророчество Малахи, о последнем этом папе, существует пророчество о последнем американском президенте. Как бы все подводится к 15-му году, то есть 14-й год последний. В пророчествах это везде есть. Ну, еще раз говорю, что человечество стоит, естественно, с точки зрения сегодня, ну, наверное, всех, что на какой-то грани. Впереди пропасть. И шагать вперед, ну, как... вызывает большие сомнения. Нужно, наверное, осмотреться, значит, осмотреться в том мире, в каком мы живем, и куда мы хотим идти. Можно было бы с уверенностью сказать, что пророчество ошибочно, если бы не одно «но». Последние находки историков говорят о том, что в священных текстах существует точное описание того, каким будет время перед концом света. Несколько недель назад итальянский историк Аттон Играва шокировал мировую общественность своим заявлением. Он утверждает, что нынешний Папа Римский, Франциск, станет последним в истории человечества, и именно он приведет планету к уничтожению. Это часть страницы древнего манускрипта, носящего название «Пророчество о римских папах». Об этой рукописи не принято говорить вслух. До недавнего времени пророчества были недоступны общественности. И даже высокие чины в Ватикане ломали головы, пытаясь ответить на вопрос, какая тайна зашифрована в этой книге. И почему все кандидаты на папский престол так боятся о ней говорить? Представьте себя, например, на месте Папы Римского. Если бы это пророчество признали, то вам бы так или иначе пришлось бы признать, что когда-нибудь этому наступит конец. То есть наступит конец духовной власти Ватикана. Опять-таки, вся религия, любая мировая религия, какой бы человеколюбивой она ни была, что бы ни происходило на словах, в книгах книг, да, там, в Библии, еще где-то. Так или иначе, любая религия – это инструмент контроля. Более того, инструмент контроля массового. То есть это работа с паствой, да. Первые сведения о рукописи датируются 1590-м годом. Сенсационную находку обнаружили в библиотеке Ватикана. Палеан как будто специально спрятали в самый дальний пыльный угол, в расщелину между старинными деревянными полками, в надежде, что его никто не увидит. Но зачем? Не проще ли было попросту уничтожить опасную книгу? Ответ нашелся, едва удалось прочитать первые строки. Рукопись оказалась невиданным по своим масштабам пророчеством, которую и уничтожить нельзя, и общественности показать чревато. Именно поэтому кто-то попытался стереть все данные о ней. Возможно, эта книга была не столько спрятана, сколько прибережена. Эту книгу, возможно, приберегли для того, чтобы использовать в качестве управления, в качестве запугивания, придания себе силы какой-то. А может быть, как, опять же, символ некой осмысленности вот этого направления, этой веры. После того, как о рукописи доложили папе Урбану VII, она вновь пропала. На долгих 400 лет. Пока в хранилищах Ватикана не начали проводить ремонтные работы. Историкам пришлось переносить в новые помещения многие тома архивных книг. Так опасная книга попала в руки доктора истории Аттоны Грава. Он не только изучил ее, но и скопировал несколько отрывков из рукописи. Сегодня мы впервые публикуем их перевод. В конце времен место Святой Римской Церкви будет занимать Петр II, который будет кормить безвольных, совершая множество бедствий. В это время город Семихолмов будет уничтожен. Когда чудовищный судья будет судить людей, все живое на земле погибнет. Но кому принадлежат эти струки? По мнению историков, автор пророчества ирландский епископ Малахи Аморгер, живший в XII веке и, по словам современников, обладавший непревзойденным даром предвидения. У всех народов во все времена были обязательно люди, которые предсказывали, предсказывали, ну и конец света, по-разному это называлось, гибель человечества, конец света и так далее. Но, как бы статистика, если вот современных проверить предсказателей, ну 99% это шарлатаны. Только 1% это либо ученые, которые много лет работали в этой области, либо то, что еще наука не может объяснить. Люди, которые обладают какой-то сверхинтуицией или получают какие-то знания, неизвестные откуда, свыше. Судя по всему, Малахи зашифровал это послание для того, чтобы прочитать его смогли только избранные. Те, кто сможет провести аналогию между реальными событиями и персонажами из рукописи. И если факт, что под именем город Семи Холмов описан Ватикан, сомнений не вызывает, то кто зашифрован под именем Петра Второго? И что должно привести к гибели всего живого на Земле? Для нас что такое конец света? Это апокалипсис, когда буквально-таки смещается земная ось, мы все оказываемся под водой, или взрывается кора, или там, я не знаю, там, случается цунами, и люди оказываются под этим всем погребенные и не живут больше. Что такое для человека в 12 веке? Что такое для него апокалипсис? Возможно, это нравственное падение человечества. То, что в 12 веке казалось кошмарным, страшным, неприемлемым, сейчас может казаться абсолютно естественными вещами. Ответить на все эти вопросы можно, внимательно изучив рукопись до самой последней строчки. Автор в конце книги описывает всех римских пап, которые многие века после смерти самого автора будут сменять друг друга. Каждому понтифику Малахия присваивает номер. Всего их 112. И дает краткую характеристику. Вполне возможно, что Ватикан допустил эту, так скажем, еретическую вещь, некую, да, в мир только для повышения степени контроля. Потому что найдутся как сомневающиеся, так и верующие. Те, кто убоятся там, гнева Господня, обрушения Святого Престола. Те, кто будут этого всячески жаждать. И как только людей начинают раздирать противоречия, общество становится чуть более контролируемым. Даже не чуть более, а максимально контролируемым. Этим, кстати, шикарно пользовался рейхсфюров пропаганды господин Геббельс. Первым в его списке числится Целестин II. Малахия дал ему определение из замка на Тибре и оказался прав. Целестин был действительно родом из замка на этой реке. За 500 лет до восшествия на папский престол понтифика Малахия сумел предугадать это. Удивительная точность сопутствует и описанием отличительных черт следующих понтификов. Папа Лев VIII был охарактеризован в рукописи как свет небесный. И действительно, на его гербе была изображена светящаяся комета. От такой точности историков пробирает дрожь. Но не из-за точного описания святых отцов или обычных событий рукопись была упрятана в паутину секретных хранилищ. Историки выяснили, что опасность старинной книги в ее неожиданном финале. Когда страшное начинает сбываться, людской ум делает вот так и включается. И дальше можно в принципе ничего не делать. дальше мы сами интерпретируем все пророчество так, как нужно. Все очень просто. И я бы на месте так скажем святых иерархов святого престола я бы даже не пустил бы это в мир. То есть, то, что это пророчество куда-то проникло, то, что оно стало достоянием гласности, общественности, если хотите, это не доработка ватиканских спецслужб. Если можно так обозначить каких-то людей ответственных за внутреннюю безопасность ватикана. Последний 112-й в списке Папа Франциск был избран 13 марта 2013 года. И абсолютно точно, что именно его Малахия назвал Петром II. Первым Папой считается святой апостол Петр. Получается, что круг замкнулся. Выходит, что человечество прошло весь путь от Петра I до Петра II. Но если Малахия не ошибся и на земле наступит апокалипсис, то что к этому приведет? И какая роль уготована в этом смертельном спектакле папе римскому Франциску? Как мы понимаем, цена есть у каждого. Только у кого-то это деньги, у кого-то это власть, у кого-то это близкие люди. Ну, то есть, ключик можно подобрать. Поэтому роль уготована, ну, скорее всего, проводника определенных идей при формировании опять-таки некой машины мирового господства. Финансовой, единой мировой религии, если об этом можно говорить. 11 февраля 2013 года. Информационная лента Италии взрывает новость, которую тут же подхватывают мировые СМИ. Предпоследний папа Бенедикт XVI сообщает о своем решении отречься от святого престола. Собственно говоря, любая религия всегда была инструментом в руках правящих элит. Так было и с католической церковью, так было и с православной церковью. Надо сказать, что и в том лагере, где находится католическая церковь, и в том лагере, в котором находится православная церковь, в общем-то, исторически с церковью не считались. Но говорить я не буду про то, что у нас генерал-лейтенант во главе православной церкви. Вот. И мне кажется, что вот ответ на ваш вопрос, да, почему были такие атаки, и почему так тихо и незаметно ушел Папа Римский. Ответ надо искать именно здесь. Существует некий прогноз, некий план, согласно которому действуют вот эти властьимущие группировки, которым невыгодно сохранение такой монументальной силы, как Римская католическая церковь. Поначалу это беспрецедентное событие в истории вызывает лишь недоумение, затем тревогу. Почему? Что происходит? Тем более, что комментарии самого Бенедикта 16-го не могут пролить свет на его поступок. Он утверждает, что пережил некий мистический опыт, во время которого испытал откровение. Бог сказал, чтобы я поступил именно так, поведал понтифик. Но что кроется за этой формулировкой? Вот здесь он, конечно, слукавил. Он был загнан в такой угол, из которого не было другого исхода, как только уйти. не исключено, что были найдены какие-то рычаги, компрометирующие его. Не исключено, что были найдены рычаги, которые ставили его в немыслимое положение. Причина совершенно очевидна. Он неудобен Соединенным Штатам, он неудобен той клихе англосаксонской формулы цивилизации. Он просто категорически мешает развязыванию неизбежной мировой войны, которой движется западная цивилизация. В течение последнего года своего правления Бенедикт XVI находился под пристальным вниманием прессы. Череда скандалов вокруг него не утихала ни на минуту. Именно эта мысль подтолкнула многих историков и политологов к тому, чтобы всерьез заговорить о масштабной травле Бенедикта XVI. А высокопоставленные американские чиновники открыто заявляли о необходимости проведения так называемой Ватиканской весны. Если мы будем очернять самого понтифика, например, Бенедикта XVI и говорить о том, что он плохой, в это никто не поверит. А вот сказать о том, что он не контролирует то, чем руководит, о том, что высший клир католичества, высший клир Святого престола. Погряз в грехе, садомии, отмывание денег итальянской мафии. И дальше, что начинается, как только мы видим, что человек не контролирует ситуацию определенным образом, значит, он, как бы сейчас сказали, неэффективный менеджер, неэффективный руководитель. Вывод. Нужен кто-то эффективнее. И все. И заместо этого человека ставится другой человек. Получается, что против Бенедикта XVI выступила большая часть мировой правительственной верхушки. Результат очевиден. На сцене появился новый папа Франциск. Но почему именно он? И какие цели преследовали те, кто так активно продвигал его кандидатуру? Вот в той игре, на том уровне, о котором мы говорим, там нет просто управляемых статистов, там нет марионеток. Там есть люди, более или менее удобные для правящих группировок. Вот нынешний папа Римский оказался более удобен, более удобоварим для правящих группировок Запада. И его более мягкая позиция по отношению скажем к однополым бракам вера. Наверное, в глазах вот этого правительства, да, мирового, как мы его называем, наверное, это компенсирует его какую-то принципиальность в вопросах, в других вопросах веры. Впервые в тысячелетней истории Ватикана на папский престол взошел не европеец, а выходец из Латинской Америки. И что еще более странно, не классический католик, а представитель могущественного ордена иезуитов. Значимость ордена иезуитов это очень жесткие, очень твердые принципы воспитания, очень твердые принципы образования. Это очень эффективное орудие для внедрения некой психологии в массы людей. Достаточно сказать, что именно иезуиты в свое время были инициаторами вот этих вот сумасшедших костров, которые там 30 тысяч костров, которые в свое время полыхали по Европе. Именно иезуиты были как бы во многом даже спонсорами и организаторами крестовых походов. Таким образом это наиболее реакционное, наиболее жесткое, наиболее ну я бы сказал так, тоталитарное направление. Контролировать все денежные потоки при новом папе стал блестящий экономист Эрнст фон Фрайберг. Его также рекомендовало правительство США. Об этом человеке известно немного. Однако факт, что он является представителем Мальтийского ордена и не скрывает этого, заставляет задуматься. Ведь с давних пор именно посредники этого ордена были связующим звеном между Ватиканом, спецслужбами МИ-6 и ЦРУ. Дело в том, что Мальтийский орден это орден Иоаннитов. Это орден, который своей высшей целью считает помощь бедным, благотворительную помощь. Вы знаете, для любой спецслужбы внедрение в самые обездоленные слои общества является просто Эльдорадо. Ну, это Эльдорадо буквально, потому что оттуда можно получить любой объем, любой информации в любом направлении. Естественно, что традиционно в этом ордене, в Мальтийском ордене, а в нем, кстати, состоит очень много членов, да, около 60 тысяч членов, 16 тысяч из них в высшей степени активны. Многие эксперты уже сейчас говорят о том, что мир ожидают серьезные перемены. Они утверждают, что Папа Франциск напрямую связан с финансовой аристократией Великобритании и США, чью волю беспрекословно выполняют президенты и правители всех, без исключения стран. Президент сегодня исполнительный директор, который на 4 года избирается, где-то на 5 лет, где-то на 6 лет избирается. Президент это исполнительный директор. Истинные владельцы это олигархи. И они используют, что им нужно? Им нужны ресурсы, им нужны люди, как и потому что тоже участники бизнеса. Им нужно развивать, расширять бизнес. Сегодня для того, чтобы перераспределить собственность, появились транснациональные группировки, которые они возглавляют. И они начали перераспределять собственность. Основная задача финансовых аристократов это глобализация всего человечества. Они придут для того, чтобы подчинить людей и создать единое государство, сократив население мира всего до 1 миллиарда. Эти люди впоследствии превратятся в рабов. Но какая роль в реализации всех этих планов отводится Ватикану? Таким образом, видимо, по планам вот этого мирового правительства церквям следует уступить место просто каким-то идеологическим органам. Именно в этом случае, в случае ухода традиционных церквей с политической арены задача размежевания различных национальностей, различных верований будет существенно упрощена. То есть вот разгромить там полмира очень сложно, если эти полмира объединены церквями, объединены религиями. И если ослабить эти религии, то задача по разгрому социума абсолютно вот прощается. Эксперты уверяют, что процесс разложения общества уже запущен. Легализация наркотиков, однополых браков, развал института семьи. Все это последствия гибкой политики новой католической церкви в вопросах морали. И все это медленно и верно ведет к созданию абсолютно нового постчеловеческого существа, которое не будет иметь ни пола, ни национальности, ни расы, ни исторической памяти. Это будет биоробот, отвечающий только своим низменным животным инстинктам, для удовлетворения которых он будет идти на все, и вследствие чего им будет предельно просто манипулировать. Вирус спида, передающийся воздушно-капельным путем, или возвращение пандемии в духе испанки. Именно такие предположения делают ученые на ближайшие 10 лет. Они прогнозируют, что все население Земли может погибнуть от рук хакеров, но не тех, которые создают тысячи вирусов для компьютеров, а тех, кто намеренно пытается создать в домашних условиях редкие вирусы и смертоносные болезни. Что касается биохакеров, то здесь мы опять подойдем к человеческой проблеме. Может быть, появляется какой-то маньяк, мизантроп, который ненавидит все человечество, но при этом гениальный ученый, гениальный биохакер, и выпускает этот вирус на свободу. Возможно, это недосмотр военных ученых, специалистов в области вирусологии, и они выпускают этот вирус. Возможно, появляется биотерроризм, когда человек, обладающий таким вирусом, начинает угрожать мировым правительствам, уровня России или США, и диктовать свои условия. К сожалению, эта опасность тоже существует и вполне реальна. От создания и выпуска в окружающую среду одного искусственно созданного вируса человечество не погибнет, считают ученые. Ведь всегда найдутся люди с иммунитетом, невосприимчивые к тому или иному штамму. Статистике на такой мегаполис, как Москва, там 3000 человек болеет постоянно опасными инфекциями. Государство берет с превышением, делает вот эти койки и содержит их, на всякий случай. Но если будет обращаться в сутки там 500 тысяч человек, понятное дело, что люди будут умирать не от инфекции даже, а просто от отсутствия медицинской помощи. Вот это надо понимать. Поэтому для того, чтобы на Земле наступил вирусный апокалипсис, нужно выпустить одновременно сразу несколько десятков вирусов. На создание вакцины от них уйдет огромное количество времени. Да и ввести такое количество антибиотиков в организм человека одновременно не получится. Он попросту умрет. Ну, прежде всего, надо научиться выращивать этот вирус на искусственных средах и смотреть, ввести туда паразита, какого-то фага, изучить условия, при которых этот вирус гибнет, и сам вирус гибнет, а редко остаётся неповреждённый, не гибнет. В принципе, наш организм выработал механизмы, которые дают возможность ему выживать и бороться с вирусами. Ну, сказать, сколько времени уйдёт, довольно сложно. Это зависит от того, какой вирус, как его, найдут ли или нет, от размеров, от многих факторов, которые определить невозможно, так как вирус в колоссальное количество. На сегодняшний день учёные видят несколько вариантов развития вирусной пандемии на Земле. Институт эпидемиологии в Германии даже создал рейтинг того, каким образом может проходить заражение человечеством. На пятом месте генетически модифицированная пыль или плесень, способная проникать во все уголки жилья человека. Постепенно она будет вырабатывать токсины, которые и будут убивать. Четвёртое место отдано вирусу, при помощи которого будет заражена вся питьевая вода. На третьем месте базируется двухступенчатое биологическое оружие. На первом этапе бактерии незаметно распространяются по всему миру. Далее по сигналу таймера им предстоит выпустить токсин, который и должен уничтожить всё живое на Земле. На второе место учёные ставят распространение хронических болезней, таких как туберкулёз или СПИД. При одновременном заражении человек сгорает за очень короткий промежуток времени. Самым актуальным по мнению учёных считается распространение неких заражённых биологических распространителей, например, комаров, которые будут переносить опасный вирус, постепенно заражая каждого человека. Надо сказать, что как раз-таки вот угроза создания биооружия, она оценивается очень серьёзно специальными службами любого государства. Проводится на эту тему постоянный комплекс мероприятий, контртеррористических, в том числе это система слежения за больницами, курирования в Министерстве здравоохранения и так далее, и тому подобное. Что касается биохакеров, то если как вид терроризма, то они уже в принципе существуют. Учёные не исключают вероятность того, что в скором времени в массовом распространении появятся так называемые биологические принтеры. С их помощью практически на коленке можно будет создавать различные болезни и вирусы. По предварительным данным устройство будет походить на обычный персональный компьютер. В него будут загружаться программы с библиотекой исходных элементов и небольшая лаборатория, которая будет подключена к биопринтеру. Стоить такая база будет около 1000 долларов, а её появление на чёрном рынке ожидается уже к 2025 году. Надо понимать, что террористы расценивают любую возможность совершения теракта, но другое дело, что пока у террористов у них преобладает так называемая театрализованность. То есть намного интереснее и намного эффективнее что-либо взорвать. Потому что это привлекает внимание, это понятно и так далее. А вот биозаражение с учётом технологий медицинских пока не настолько эффективно в борьбе за что-то. поэтому такую возможность нельзя исключать. Ещё один сценарий апокалипсиса уже разворачивается на наших глазах. По прогнозам экспертов из Великобритании он может наступить совсем скоро. Если говорить точнее, то через 80 лет. Именно тогда, по мнению экспертов, начнётся восстание машины. Господь создал человека, но человек возгордился и начал принимать функции Бога на себя. То есть отвергать Бога и так далее. То же самое представьте создана уже сверхсовременная техника, мыслящая техника. Как только эта техника, машины эти начнут самоусовершенствоваться, создавать себе подобных, естественно у них возникнет мысль. А зачем? Человек выполнил свою функцию, он теперь не нужен. Да, это может быть. То, о чём предупреждали фантасты, писатели там 30-50 лет назад, увы, почти сбывается. Искусственный разум развивается такими стремительными темпами, что уже сегодня вполне серьёзно можно говорить о том, что он начнёт угрожать существованию всего человечества. для того, что в предметы материального мира возможно вживлять так называемые IRFIT метки, смарт-чипы, можно будет зашифровывать информацию в объектах материального мира и соответственно они могут её потом ретранслировать человеку обратно. Это говорит о чём? О том, что мы перешли на качество новый уровень геоландшафта, планирования урбанизации городов. И в связи с этим возможны сбои, которые можно ассоциировать с восстанием машин либо с какой-то техногенной катастрофой. Просчитать все возможные варианты развития событий и придумать план противостояния искусственному разуму решились учёные Кембриджского университета. Именно на его базе создали специальный Центр по изучению глобальных рисков. В народе его уже прозвали Терминатор-центром. В нашем центре работает четыре основных лидера и большая группа советчиков. В ней присутствуют не только люди из Кембриджа, но и люди из других стран. Ведь наша основная задача получить доступ к главным головам науки. Мы предполагаем, что сможем просчитать все риски на будущее и сможем помочь государству и обществу решить серьёзную проблему, связанную с развитием технологий. Поэтому мы используем умы не только Кембриджа, но и связи по всему миру. Команда из 20 профессиональных сотрудников, имеющих отношение к компьютерной индустрии, уже изучает развивающиеся технологии по всему миру и определяет степень их опасностей. Вопрос лишь в том, насколько эффективно и каким образом это происходит. Мы предсказываем риски того, что может случиться. Делаем это при помощи двух подходов. В первом случае мы рассматриваем проблему, которая может произойти в скором времени. Во втором прогнозируем вероятность развития событий и просчитываем все последствия, как если бы некое восстание уже случилось. Надо заметить, что многие правительства уже озабочены такими глобальными проблемами и всячески помогают нам в исследованиях, предоставляя нужную информацию. Ведь они прекрасно понимают, что развитие технологий приведет к необратимым последствиям. Один из руководителей центра, профессор Кембриджского университета Мартин Риз считает, что человечество уже открыло ящик Пандоры. И главная его проблема заключается в непонимании сегментов безопасности. Ведь уже сегодня машины превосходят человека во многом. В шахматных играх, полетах на самолете, в вождении автомобиля и в успешности различных операций на фондовых биржах. Он считает, что черта невозврата еще не пройдена. И пока компьютеры еще находятся на службе человека и помогают ему. Но недалек тот день, когда они займут все наше пространство и мы попадем в прямую зависимость от машин. Я думаю, что искусственный интеллект, обладающий всеми человеческими способностями, будет доступен лишь в будущем, как минимум через 20-30 лет. Но не стоит забывать, что в нашем телефоне есть компьютер, обладающий большой силой, как у самого большого в мире суперкомпьютера 25 лет назад. Поэтому если подумать, насколько развились технологии за 25 лет и что нас ожидает еще через 25 лет, то не будет абсурдом считать, что у нас будут компьютеры, способные стимулировать многие аспекты человеческого мозга. Итоги будут неутешительными. По прогнозам Центра глобальных рисков электроника обзаведется интеллектом. Она сможет полностью контролировать все процессы, программировать себя и полноценно осуществлять все манипуляции, но уже без участия человека. Ты включаешь электрический чайник, и он вдруг оживает и обливает тебя кипятком. Он нейтрализует тебя, и ты понимаешь, что для того, чтобы бороться с этим, тебе нужно как минимум здоровье, которое у тебя уже нет, потому что у тебя ожог. Ты включаешь компьютер, и он тебя предупреждает, что ты не должен выходить из дома, иначе с тобой что-то случится. У тебя электронная дверь, которая не выпускает тебя наружу. Если ты все-таки выбрался, твоя машина не хочет тебя слушаться, она заблокировала тебя внутри, и ты не можешь поехать туда, куда тебе нужно. Машина начинает управлять твоей жизнью, и ты понимаешь, что ты в темнице, что ты в клетке. Эксперты считают, что компьютеры пойдут дальше и вмешаются в сферы, о которых мы даже и не могли подумать. Например, они вполне могут начать распределять ресурсы. Из-за этого на Земле начнутся войны. Несложно представить, кто в этой битве станет победителем. Многие созданные человеком работы уже представляют опасность. Некоторые из них способны убить человека. Некоторые распознавать человеческие лица и определять, являетесь ли вы потенциально опасным для них. Возможно и такое, что они решат полностью истребить всех жителей планеты. И неважно, будут ли это ресурсы или некий другой предлог. Кстати, многие страны уже представили таких роботов, как экзоскелет. Их нужно действительно опасаться, потому что они имеют силу, которая уже сейчас превосходит человеческую в несколько раз. Еще один сценарий, более масштабный, может стать реальностью, когда человечество полностью переадресует свою оборону и безопасность искусственному интеллекту. По прогнозам ученых, компьютерный разум сможет взбунтоваться, и тогда на Земле случится самый настоящий апокалипсис. Прежде всего, такая проблема наиболее остро стоит перед представителями обороны США. Доля управления компьютеров в армии США зашкаливает. Если у нас начальники штабов, до сих пор карты какие-то, которые разворачиваются на коленке и так далее и тому подобное, то в американской системе это спутниковое слежение, это все практически на смартфонах и так далее и тому подобное. Это, конечно, тоже вызывает обеспокоенность. Почему? Потому что чем проще система, тем она устойчивее, особенно военная. В данном случае система абсолютно непростая у американцев, она работает за счет компьютеров. Поэтому у них есть, конечно, опасение, что если компьютер будет дезорганизован, хотя там есть запасные, вторичные, еще что-то, программы, но если он будет дезорганизован, выведен и строят, то войска потеряют свою боеспособность. Ну, не говоря уже о том, что если будет какое-то восстание в машинках в терминаторе, то есть, соответственно, цивилизационный процесс просто прекратится. Именно поэтому Министерство обороны США в 2012 году обнародовало директиву под номером 3000,9. В этом документе говорится о том, что абсолютно любые виды оружия, будь это танк или ракета, должны быть сконструированы таким образом, чтобы в случае чрезвычайной ситуации выхода из строя компьютера, человек мог взять управление над ними в свои руки. В России подобных программ по предотвращению киберугроз пока не существует. Опять же, в силу того, что у нас не произошло еще оснащения всех наших стратегических и военных комплексов современным оборудованием. То есть, по большому счету, армия работает еще на советских компьютерах. Все те пусковые системы стратегических баллистических ракет это 50-60-е годы. Вот все типы связи, все типы шифрования, все типы ориентирования. Такая, допустим, наша программа, как ГЛОНАСС, она тоже программа двойного назначения, то есть, она обслуживает военных и гражданское население. Но вот по результатам работы ГЛОНАССа в области гражданского населения мы видим, что эта система далека от совершенства. Поэтому, вряд ли стоит ожидать каких-либо системных, скажем так, подходов к предотвращению ее самосознания, восстания против своих изобретателей. Поэтому, у нас такого ничего нет. Однако уже сегодня умные машины заменяют человека во многих сферах жизни. Роботы помогают хирургам делать сложнейшие операции, совершают биржевые сделки. Более того, границы наших государств защищают полностью автономные системы, имея доступ даже к ядерным объектам. Человек не способен противостоять машине. А в области технологического производства то же самое. Любой автоматизированный токарный либо фрезерный станок, он превосходит любого мастера, который занимается на обычном станке детальными. Поэтому, тенденция, конечно, такая, что машины превосходят человека. Многие эксперты делают неутешительные прогнозы. Совсем скоро существование нашей цивилизации может оказаться под угрозой. Участь человечества будут решать умные машины. И в этом случае ядерный апокалипсис самый реальный вариант для нашей цивилизации. 6 августа 1945 года. В 8 часов утра японский город Хиросиму накрыло ослепительно белое сияние. Первая атомная бомба была доставлена к цели американским бомбардировщиком В-29 и взорвана на высоте 580 метров. В эпицентре взрыва температура достигла нескольких миллионов градусов. люди находившиеся ближе всего к эпицентру умерли мгновенно. Их тела обратились в уголь. Спустя трое суток бомбардировщик такого же типа расправился и с жителями города Нагасаки. Бомба взорвалась в 11 часов утра местного времени. Большинство жителей в момент нанесения удара находилось на улице. В концу 1945 года от последствий этих взрывов погибло более 140 тысяч человек. Оба взрыва сопровождались мощной волной радиации, которая вызвала всплеск онкологических заболеваний и мутаций. И хотя бомбардировка этих городов не планировалась как эксперимент, именно она помогла многое узнать об особенностях ядерной войны и главное о ее возможных последствиях. Ведь если различные физические явления возникающие при ядерном взрыве такие как расход энергии на ударную волну и тепловое излучение можно просчитать, то предсказать результаты их воздействий намного сложнее. Печальный опыт показал шансов на спасение после ядерного взрыва у людей почти нет. Ходила мрачная шутка в социалистическое время, что остаться во время ядерного нападения это надо накрыться белой простынёй и медленно ползти на кладбище. Там скажем была такая рекомендация белой одежды и прятаться за бугорки какие-нибудь естественные или находиться на теневой стороне от взрыва. Существуют бункеры, очистители, конечно ядерную войну кто-то может пережить, но в большей ядерной войне мировой угрозы Мы будем готовиться к ядерной войне, к мировой. Угроза, конечно, есть. Вот то, что мы сейчас уже заговорили, значит, понятно, что весь мир, Соединённые Штаты, Европа, многие азиатские страны, конечно, смотрят на Россию с недовольством. В Америке вовсю появляются статьи, передачи, книги о том, что Россия не в состоянии правильно использовать свои ресурсы, минерально-сырьевые, водные ресурсы, и поэтому надо всё это нести, так сказать, на мировой суд и решать, какие участки Сибири будут принадлежать каким-то другим странам. Совсем недавно учёные Стокгольмского института исследований проблем мира попытались воссоздать последствия современной ядерной катастрофы в мельчайших деталях. Результаты шокировали. Оказалось, что шансов на спасение у людей, оказавшихся вблизи от эпицентра ядерного взрыва, попросту нет. Да, и у остальных их немного. О том, чтобы спрятать население в бункеры, речи не идёт. Можно укрыться на другом материке в пустынных местностях, ещё не до конца освоенных человечеством, например, в Антарктиде. Но заранее узнать время и место нанесения удара попросту невозможно. В этом веке, по всей видимости, многие нестабильные режимы получат ядерное оружие. И сейчас существуют возможности рассчитать ядерную бомбу, уже пользуясь практически домашними компьютерами. Стали компьютеры мощнее, и при соответствующем аппарате можно просчитать возможности, как изготовить такой заряд. Но всё же надежда на спасение у крошечной группы людей остаётся. И если они смогут уцелеть и выжить, то какое будущее их ожидает? Учёные предполагают, что их дальнейшее выживание будет под большим вопросом. Дело в том, что радиоактивные осадки, выпавшие после ядерной войны, могут привести к разрушению плотин и последующим наводнениям. Повреждение атомных электростанций повлечёт за собой дополнительное повышение радиации. Фактически речь идёт о трёх этапах уничтожения. То есть уничтожение непосредственно от взрыва, тепловая волна, ударная волна. Потом уничтожение от лучевой болезни. Тех, кто был облучён в ближайший год, они погибают. И потом ещё какое-то количество людей погибает от возникших на фоне облучения заболеваний. То есть это рак, отказ внутренних органов и так далее и тому подобное. Вот эти пост-жертвы, они превышают количество людей, погибших от взрыва непосредственно. В городах произойдут обрушения зданий. Миллионы людей будут погребены заживо. И это создаст почву для вирусов и бактерий, которым не страшна радиация. Они буквально наводнят мир различной заразой. В сельской местности радиация убьёт все посевы. Начнётся массовый голод. Если ядерный удар произойдёт зимой, уцелевшие от взрыва люди останутся без укрытий и погибнут от холода. Что будут делать люди на безжизненной планете? Самая большая опасность заключается в том, что дым от пожаров закроет Солнце. То есть не будет проникать солнечный свет. И наступит так называемая ядерная зима. То есть имеется в виду, что солнечный свет не будет попадать на землю. Соответственно, здесь будет постоянно холодно. Прекратится растительность, погибнет флора, фауна. Несколько месяцев назад учёные Гарвардского университета провели эксперимент, результаты которого оказались поистине сенсационными. В течение полугода они облучали лабораторных мышей небольшими дозами радиации. Выяснилось, что она смогла поразить молекулы ДНК каждого грызуна. Вследствие чего возникли различные генетические мутации, которые, как выяснилось, позже стали передаваться подопытными мышами по наследству. Учитывая, что ДНК грызунов почти на 90% совпадает с ДНК человека, учёные не исключают, что такой вариант развития событий будет актуален и для людей. Любое воздействие такого рода вызывает мутации. Что получится в результате, неизвестно. Природа – большой экспериментатор. И что будет после этого, непонятно. Какие последствия? Естественно, будут рождаться и люди с какими-то отклонениями. Но, может быть, эти взрывы подтолкнут эволюцию, цепочку на создание других людей, устойчивых к радиации и обладающими какими-то способностями, если они выживут, потомки этих людей. На сегодняшний день существует три вида оружия, способного уничтожить всё живое на планете. Малого, среднего и промежуточного радиуса действия. Помимо баллистических ракет с ядерными боеголовками, появились так называемые крылатые ракеты. Их отличие в том, что они могут летать не по баллистической траектории, а очень близко к поверхности Земли. И могут уничтожать цели с высокой точностью и на очень больших расстояниях. Сегодня бесспорными лидерами ядерной гонки являются Россия и США. Следом за ними идут Великобритания, Франция и Китай. Замыкают список Северная Корея, Израиль, Индия и Пакистан. В общей сложности в мире насчитывается 17 тысяч единиц ядерного оружия. Их мощности хватит для того, чтобы уничтожить не только население нашей планеты, но и взорвать её саму на мелкие кусочки. Ну, если верить организации объединённых наций, то делается всё, чтобы не допустить ядерной войны. Я полагаю, что после Карибского кризиса все достаточно осознали, что этого не будет. Но это вопрос политический. То есть это вопрос политический. Если завтра к власти в России, в Соединённых Штатах придёт какой-нибудь фанатик, то он может вполне применить ядерное оружие. И сделать с этим ничего нельзя будет. То есть да, вопрос именно политической системы, политическое управление. Но будет ли победитель в этой войне? Ведь если одна страна нанесёт удар, ответный последует незамедлительно. И случится то, чего все так боятся. Ужасная катастрофа, которая приведёт мир к гибели. Единственной адекватной мерой на нанесение ядерного удара, пусть даже превентивного, то есть покрывающего не более 10% площади территории государства и не более 5% населения страны, будет являться ответный ядерный удар. Если ядерный удар нанесён в ответ, то запускается, к сожалению, цепочка других ядерных ударов. Потому что в эту линейку постепенно включаются все государства с ядерным потенциалом. Исключительный случай, который может предотвратить развязывание ядерного конфликта в этой ситуации, это если в качестве ответной меры ядерный удар не наносится. То есть может быть обстрел баллистическими или континентальными ракетами, но без ядерной боеголовки. Но можно ли контролировать весь ядерный оборот и сдерживать агрессию некоторых стран? Поиском ответа на этот вопрос военные аналитики занялись ещё после окончания Второй мировой войны. В 1946 году США предложили ООН так называемый план Баруха. Заключался он в запрете использования ядерной энергии в военных целях. Однако Советский Союз не оценил этих действий и обвинил власти США в попытке монополизации ядерного вооружения. В 1963 году наиболее мощные державы договорились о запрете испытаний оружия в атмосфере из-за возникновения радиоактивных осадков. Но это не решило проблему, а привело к развертыванию испытаний под землёй. На сегодняшний день так и не удалось найти компромиссов в решении ядерных вопросов между странами. И это свидетельствует лишь о том, что ядерная война по-прежнему один из самых актуальных вариантов апокалипсиса на Земле. Совсем недавно французские учёные вместе со специалистами НАСА завершили крупнейший за последние пять лет совместный исследовательский проект. Его результаты до сих пор обсуждают учёные со всего мира. Ведь исследователи заявили, что на Земле однажды уже был апокалипсис, и всё живое погибло в результате мощнейшего ядерного удара. Но почему это произошло? И на чём основаны эти сенсационные выводы? Ответы на все вопросы кроются в прошлом Земли. А точнее, в более чем сотне воронок, обнаруженных на территории всей нашей планеты. Самая большая из них, диаметром более 120 километров, находится на территории Южной Африки. Пробы Земли, взятые в этом месте, помогли учёным вычислить приблизительную дату грандиозной катастрофы. То, что французские учёные нашли НАСА, они обнаружили именно ядерные взрывы глубины. То есть, ну, смотрите, Хиросима-Нагасаки, там где-то 20 тонн тротила приблизительно участвовало в момент взрыва. А тут получается порядка 500 тонн. То есть это глобальная катастрофа. Эта древняя атака была настолько мощной, что, по предположениям учёных, смогла изменить скорость вращения Земли вокруг своей оси. Но как такое возможно? Исследователи считают, что в результате взрыва огромные массы воды, покрывавшие нашу планету, пришли в движение, и образовался гигантский водоворот. Именно его сила и заставила Землю вращаться быстрее. Более того, подтверждение своей гипотезы учёные обнаружили, исследовав древние тексты, в частности, календари Майи. Удивительно, но у древних индейцев сутки равнялись не 24 часам, как мы привыкли, а 36. Опираясь на эти факты, исследователи предположили, что именно такой была продолжительность земного дня до древней ядерной катастрофы. Более того, последнее исследование доказывает, что в генетической памяти человека до сих пор хранится эта информация. Если человека погрузить в тёмное помещение, куда-то совсем под землю, то человек будет жить в ритме 36 часов. То есть это говорит о том, что наша Земля раньше медленнее ходила. То есть её ход был более медленный. А на текущий момент, за счёт вот этой вот катастрофы, которую устроили люди сами, получается так, что её бег начал ускоряться. То есть и Земля сейчас движется в очень быстром ритме. Что будет дальше? Логично сделать из этого вывод, что если произойдёт ещё одна катастрофа, и всё-таки мы разрушим свой мир, то следующие люди уже после нас, которые выживут, они будут жить уже не 24 часа в сутках у них будет, а уже порядка 12 часов. Но что стало причиной столь масштабной катастрофы? Ответ на этот вопрос, по мнению специалистов, скрыт в преданиях и эпосах разных народов мира. Перевод мифов африканских пигмеев говорит о большом разрушительном огне, спустившемся с неба. Учёные уверены, масштабные боевые действия, дошедшие до нас в виде мифов и эпосов, действительно происходили на Земле много тысячелетий назад. Экспедиции мои проходили по всему миру, и они как раз были связаны с теми местами, где происходили великие катастрофы. войны, эпидемии. И вот мы изучаем как раз вот все вот эти вот точки на карте, где происходили великие катастрофы. Вот что интересно, я не встречал ни одного народа, ни одного племени, в преданиях которого бы не упоминалась вот эта великая трагедия. То есть, либо гибель человечества, либо угроза гибели уже полностью всего человечества. Случайно это или нет? Наверное, нет. Потому что, ну, не могут люди всей планеты, которых разделяют моря, океаны, горы и так далее, вдруг как бы на одну и ту же тему и давать описание довольно сходное. Легенды и устные, и письменные довольно точно описывают древние цивилизации, которые обладали сверхскоростным транспортом и оружием, в тысячи раз превосходящим современный ядерный арсенал. Но откуда у древнего человечества появилось такое оружие и фантастические возможности? Однозначного ответа на этот вопрос у исследователей нет. Однако обрывочные хроники, дошедшие до нас в виде эпосов и легенд, заставляют ученых предполагать, что древние люди получили могущество из рук обитателей неба. Неужели в космосе существовали несколько высокоразвитых цивилизаций, которые в итоге и затеяли масштабную войну за Землю? Известный швейцарский исследователь и писатель Эрих фон Деникен убежден в этом. В качестве доводов он приводит некоторые строки из Библии, написанные пророком и языкиилем. «Отверзлись небеса, и вот на земле по одному колесу. Вид колес и устроение их, как вид топаза. И по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Над головами было подобие свода, как вид кристалла. А над сводом было подобие престола, по виду из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека. И видел я пылающий металл, вид огня внутри него». По мнению фон Деникена, в книге и языки Иль описывает представители высокоразвитой цивилизации, которые спускались на Землю. А пылающая колесница – это не что иное, как огромный галактический корабль. После своего сенсационного открытия писатель стал изучать разные религии, древние тексты и всевозможные старинные рисунки. И практически везде он нашел подтверждение своей теории. Например, упоминания о встрече с обитателями неба встречаются в Папирусе, освещающем жизнь египетского фараона Тутмоса III. Из неба над войском появился огромный светящийся круг. Солдат и военачальников охватила паника, которую сиятельный фараон едва-едва сумел прекратить. Исторические хроники свидетельствуют, что во время одного из походов Александра Македонского над его войсками у реки Евфрат появилось большое количество огненных шаров. Древнегреческий философ Аристотель рассказывает о странных небесных машинах. Римлянин Плиний Старший, живший в 100-м году до нашей эры, в своем объемном труде «Естественная история» указывает, что однажды над консульской галерой по небу с востока на запад пронесся сверкающий щит, извергающий искры. Еще более интересно описываются представители высокоразвитых цивилизаций в цикле тибетских книг «Коншур». Так в переведенных текстах можно найти множество упоминаний о богах, спускающихся с неба, сверкающих жемчужинах и прозрачных сферах, в которых живут боги. Неужели легенда, повествующая о том, как боги посещали Землю, не вымысел древних авторов? Они имеют под собой вполне реальную основу. Представьте, над Землей кружит главный космический корабль. За спиной у его экипажа долгое путешествие, возможно, протяженностью в несколько веков. Астронавтам нужна энергия. Какая угодная энергия. Сырье, минералы, золото, уран или еще что-то. Они посылают туда корабль-робот. Ни о какой взлетно-посадочной полосе, конечно же, не может быть и речи. Робот спускается на Землю. В момент приземления оставляет за собой след из отбрасываемых в сторону песка и мелких камней. Он бурит пару отверстий для зондирования грунта и улетает обратно. Но несколько аборигенов видели это. Они видели, как что-то спустилось к ним из облаков и думали, что это нечто божественное. Древние рисунки, дошедшие до наших дней, также указывают на то, что Землю посещали боги. В различных странах их изображали по-разному. Однако исследователи уверяют, что сходство все же есть. Несвойственная тому времени одежда и техника, изобрести которую человеческий ум сможет лишь тысячи лет спустя. К примеру, наскальное шестиметровое изображение в пещере-плато Тоселин-Аджер. Там нарисованы существа с разными глазами, странной прической из лепестков и бесформенной фигурой. Наскальный рисунок возле городка Валька-Моника в местечке, называемом Долиной Богов, изображает двух сражающихся воинов с нимбами, от которых исходят лучи. На стенах пещер подобных бойцов найдено несколько сотен. Мы совершенно не созрели для того, чтобы принять тот факт, что инопланетные существа посещали Землю. И причина кроется в нашей религии и в нашей науке. Я уже пояснял это. Религия утверждает, что мы, люди, это венец творения, а наука, что это мы, вершина эволюционного развития. Мы воображаем себя самыми прекрасными, самыми великими во всей Вселенной. Мы как бы вытесняем инопланетян, но тем самым создаем себе психологическую проблему, и мы не готовы к встрече с ними. Но когда-то эта встреча произойдет. Одну из своих книг я так и озаглавил. Шок из-за богов. Но когда-нибудь человечество будет шокировано, потому что оно-то отказывалось верить тому, что было доказано давным-давно. Японские глиняные куклы Догу, высотой от 3 до 30 сантиметров, созданные во II веке до нашей эры. У них короткие ножки и большие зажмуренные глаза. Сегодня найдено более 15 тысяч таких статуэток. Исследователи считают, что голова любой статуэтки очень похожа на современный космический шлем с двумя круглыми линзами, слишком большими для человеческих глаз. Продольные щели на линзах – это аналоги противосолнечных щитков на шлемах. Три круглых выступа в области рта и щек ассоциируются с гнездами для присоединения кабелей переговорных устройств и шлангов дыхательной системы. Скафандр почти весь утыкан металлическими заклепками, и это далеко не все древние артефакты, свидетельствующие о том, что высокоразвитые цивилизации посещали Землю. Но вот могли ли они развязать войну? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, ученые стали изучать древний индийский эпос Пурана. В нем упоминаются такие слова, как «моха» – оружие, приводящее к потере сознания, и «шатании» – оружие, убивающее сотни людей сразу. Описывая последствия применения этого страшного оружия, древние авторы писали следующее. Это был железный удар молнии, гигантский посыльный смерти, который сжег всю долину дотла. Трупы были сожжены так, что их невозможно было опознать, волосы и ногти выпали. После нескольких часов вся пища была заражена, и чтобы смыть с себя пепел, они бросились в бурлящий поток, но и он был заражен. Если перевести эту цитату из священной книги на современный язык, становится очевидным, что именно так древние авторы описывали последствия атомной бомбардировки и ядерную зиму. Современные исследователи также обнаружили в древних книгах упоминания о том, как от ужасного, обжигающего пламени они уходили под землю, воровая первое в истории бомбоубежище. Подобные подземные сооружения археологи находят по всей земле. На территории России древние бомбоубежища сохранились на Алтае, Урале и на территории Пермской области в месте под названием Курегар. Именно там археологи нашли многокилометровую сеть тоннелей. По мнению исследователей, там жили уцелевшие после катастрофы люди. Более того, рукотворное происхождение подземных бомбоубежищ подтвердили ученые института археологии РАН. Обычная пещера, когда вы заходите, там кривые скосы, срезы, скал, вот этих вот самих пород. Когда человек делает своими руками, что-то создает, он обтачивает, естественно, любой камень. То есть все отсеки, которые были найдены, где жили люди, которые скрывались в момент, после вот этой вот войны, видимо, которая произошла, естественно, когда они обработали свое помещение, там геометрически правильные формы самих помещений, проделаны туннели, там прорезаны именно специальными, ну то есть они обработаны специальными инструментами. То есть в природе, природа не способна обработать именно вот так вот уникально. Это не последнее доказательство того, что тысячи лет назад Земля была полигоном для ядерной войны. Проведя масштабные исследования в долине Инда, теперь это пустыня Тарг, западу, от Джотхпура, ученые обнаружили множество участков со следами радиоактивного пепла. А недавно археологи сделали еще одно громкое заявление. В пещерах Вандерверг, находящихся в Африке, они обнаружили десятки рисунков крылатых людей и карликов. Долгое время ученые считали, что таким образом древние изображали антропоморфных божеств, описанных в мифах и легендах многих народов мира. Но один факт не давал исследователям покоя. Если предположить, что на стенах пещеры изображены божества, то почему отсутствуют сюжеты ритуальных сцен или жертвоприношений? Наоборот, рисунки отражают сцены из повседневной жизни людей. Тогда исследователи выдвинули версию, что люди рисовали сами себя. Но почему в таком странном виде? В поисках ответа ученые выдвинули теорию, согласно которой радиация, распространявшаяся после ядерной войны, перестроила хромосомные цепочки древних людей, которым удалось спастись. Вследствие этого на Земле началась глобальная мутация. Человек менялся точно так же, соответственно, мутация с наличием одного глаза, откуда у нас теперь вот на настоящее время мы считаем, что у нас третий глаз находится вот в этой области. это момент интуиции. Просто на самом деле действительно мы пережили эту мутацию, сейчас мы имеем вот такой вот внешний облик, который есть у нас уже после законченных всех этих мутаций, когда Земля успокоилась, когда успокоились эти катаклизмы, у нас была возможность соответственно более там двух тысяч лет хоть как-то привести себя в порядок. Я имею ввиду внешний вид именно вот такой, какой сейчас есть. Ученые считают, что некоторые из нового вида людей вымерли, не сумев адаптироваться к условиям окружающей среды. Другие попросту были убиты своими сородичами. Но если эта гипотеза верна, то получается, что тысячи лет назад наша планета пережила ужасную катастрофу, и современные жители Земли являются прямыми потомками мутантов. Тогда люди были соответственно совершенно другого роста. Это все вопросы мутации. То есть сейчас у нас, видимо, для планеты самый удобный вот наш внешний вот этот вот организм такой. то есть это конечная точка развития. Во что мы перельемся, или в какую стадию мы потом перейдем, или каким мы станем в будущем, если произойдет некая катастрофа. То есть просто катастрофа сама по себе неизбежна, потому что мы уже сейчас завершили весь цикл перерождения своих собственных, и соответственно мы должны куда-то измениться. Звучит невероятно. И подтвердить или опровергнуть эту теорию ученым еще предстоит. Однако, изучая историю, нетрудно предположить, каким ужасным последствиям приведет новый ядерный апокалипсис. Совсем недавно профессор Кембриджского университета Николас Бойль опубликовал эссе, которое вызвало бурную дискуссию в научных кругах. В нем он утверждал, что в 2014 году произойдут изменения, которые приведут человечество к концу света. Но какие изменения могут привести мир к апокалипсису? Свои предположения профессор Бойль делал на основе так называемой теории исторических параллелей, согласно которой каждые сто лет во всем мире случаются события, кардинальным образом меняющие ход истории. Я думаю, что в ближайшие годы, конкретно между 2014 и 2018 годами, через столетия после Первой мировой войны, в мире произойдут масштабные события, схожие с теми, что происходили в 1814 и в 1914 годах. Если смотреть еще глубже, в 1714 происходило становление Европы, а в 1614 началась очередная кровопролитная война. Мы сможем определить характер ближайшего столетия, исходя из основных событий, будь то плохие или хорошие, которые произойдут в ближайшие четыре года. Но главное случится уже в этом году. Но если с датой приближающей нашу планету к точке невозврата все понятно, то вот с характером ключевого события не все так просто. Что это будет? Война? Очередной природный катаклизм, который приведет планету к голоду? Или разрушительная катастрофа? Боль совершенно прав в том, что существуют исторические параллели, существуют исторические циклы, каждый из которых, как правило, заканчивается действительно чудовищным крушением, стоящим миллионов человеческих жизней. А насчет 2014 года, наверное, сказать что-либо трудно, но мы живем в мире, где степень предсказуемости конкретных событий становится все ниже и ниже. И потому что очень велико население, и потому что очень велика полярность интереса в мире, и потому что чудовищный ядерный запас, и есть такие государства и такие правители, их, за которые мы не можем ручаться, что они не предпримут тех или иных действий, фактически по уничтожению мира. Однозначно ответить на этот вопрос профессор Бойль не может. Однако его коллега из Калифорнийского университета профессор Грегори Сток высказывает на этот счет некоторые предположения. На волне всеобщего интереса к теории исторических параллелей, понимая всю ответственность, он заявляет, что к полному уничтожению человечества приведут запрещенные опыты по клонированию человека. И самое страшное в том, что они уже начались. Об этом периодически возникает, проходит информация, но она тут же как бы теряется. Это как раз свидетельство о том, что подпольно это существует. Но это опять же шаг к гибели. Я имею ввиду общество. Потому что это опять же разрушение морали. То есть везде нужен труд. Чтобы быть богатым нужен труд. Чтобы быть здоровым, нужен труд. А кому хочется трудиться? Конечно, клонирование пожалуйста. И все вопросы вроде как бы решены. Сам термин клонирования появился относительно недавно. В 1963 году. Его ввел в обращение британский генетик Джон Бердон. Хотя первые успешные опыты по созданию клонов животных были осуществлены еще в середине 19 века. Однако клонировали тогда лишь примитивные организмы. Уверенно шагнуть вперед на этом пути удалось только в 1996 году, когда на свет появилась известная всему миру овечка Долли. В 2002 году мир впервые узнал о том, что была создана полная генетическая карта человека и появилась возможность его клонирования. В этом же году компания Клонейт объявила о том, что уже клонировала первого человека. Более того, руководство компании сообщило, что на свет появилось сразу три ребенка. Это заявление вызвало бурю протестов по всему миру. Человек это существо, которое рождается естественным половым путем, а не путем какого-то там почкования. Так было заложено. И я думаю, что очень много людей, я думаю, что огромное количество людей сейчас со мной согласится, что не стоит вмешиваться в естественный ход событий. Если иногда случается так, что мужчина и женщина не могут завести детей, ребенок допустим погибает в утробе матери, значит там был какой-то сбой, значит человек не жизнеспособен, мы не должны вмешиваться в естественный ход жизни. Это закон. Сразу же после этого заявления в свет вышла резолюция ООН о полном запрете на любые разработки в области клонирования людей. Под ней подписались руководители более 30 стран, среди которых Россия, Израиль, Япония и Китай. А вот правительство Америки, на территории которой находится офис компании Клонейд, ставить свою подпись под этим документом отказалась. Мало кто знает, что мир уже сталкивался с вопросами вмешательства в процесс естественной эволюции человека. Правда достаточно давно. В конце 19 века врач Франсис Галтон ввел такой термин как Евгеника, обозначающий процесс выведения сверхчеловека, обладающего самыми лучшими качествами. Варлам Шаламов в свое время описал, когда завоз прекратился в их лагерях, там был один барак воров, а другой политических. Ну политические у нас сидели ни за что. И вот они делили последнее то, что было между собой. А воры они практически все друг друга переубивали, потому что они дрались за эти куски хлеба. И эти выжили, потому что они были людьми. И там не было этого жуткой опасности, что тебя убьют за этот кусок хлеба, тебе наоборот дадут, если ты ослаб заболел или что-то. Потому что вот именно моральная мораль это условия жизненности общества. Если ее нету, общество обречено. Поэтому клонирование это однозначно смерть. Писатель Бернард Шоу в свое время называл это направление одним из самых нужных и перспективных в науке на тот момент. А в США и некоторых странах Европы и вовсе внедрялись евгенические тезисы по очищению здорового населения от людей с задержкой в развитии и преступников. Эти эксперименты проводились в нацистской Германии и во времена Второй мировой войны в Японии. И лишь в 1960 году Евгеника попала под всеобщий запрет. Что такое клон? Клон это фактически биоробот без каких-либо эмоций без каких-либо признаков морали и нравственности потому что человек он все-таки эмоционален и он по своей природе все равно остается нравственным человеком. Он не может сделать боль другому человеку он не может поступить вопреки своим каким-то установкам. Уклона этого нету. Вот и у нас вот как раз замечено что если даже ребенок вырос без материнского молока он спокойно отказывается потом от этих родителей. Это статистика это наблюдение психологов. Вот и он спокойно может мучить животных спокойно может значит причинять боль другим людям потому что у него нет этой связи нет эмоциональности которую передает мать. Известный американский философ Фрэнсис Фукояма вот уже несколько лет пытается доказать властям США что опыты по клонированию человека чрезвычайно опасны. Он утверждает что сверхсекретная информация по технологии клонирования рано или поздно станет широко известна. Свои доводы он подкрепляет тем фактом что сегодня технология создания атомного оружия оказалась доступна практически всем желающим и технологии клонирования человека не удастся сохранить в тайне. Но при этом мало кого будут волновать морально-этические аспекты этого вопроса. С клонированием есть скажем так существенный вопрос который ставит пока религия то что мы фактически создаем гомункула создаем человека заново и это пока останавливает непосредственно скажем так формирование запроса потребителя. то есть это издавний вопрос профессора Преображенского зачем форстировать природу создавать человека если любая баба может сделать его за 5 минут но опять же как опционная услуга элитного содержания которая будет продаваться специальным образом это вполне уже существует сейчас. несмотря на то что официальные эксперименты по клонированию человека запрещены все чаще появляется информация о том что американские и китайские ученые в засекреченных лабораториях продолжают работу над созданием искусственного человекообразного существа эти мутанты создаются подобных конструкторов пройдет немного времени и мы по заказу как в магазине сможем выбрать качества которыми будет обладать новое существо так родители даже смогут создавать себе детей по желанию внедряя им например гены спортсмена или художника гениальность это всегда маргинальность это такой гениальный человек он всегда со сложностью приспособления гениальным людям трудно приспосабливаться к жизни им нужен конечно конфликт им нужно бороться с чем-то им нужно быть сумасшедшими немножко поэтому если у нас будут все гении все вдруг гипотетически все гении мы перестанем друг друга понимать вот это будет апокалипсис ядерные бомбы после которого останутся люди которые сохранили не гениальность а какую-то посредственность которая позволяет выжить но к чему это приведет и какие опасные возможности может представлять на сегодняшний день массовое клонирование человека по одной из версий экспертов занимающихся этим вопросом поточное производство людей даст огромную возможность агрессивно настроенным государством террористам и преступным синдикатам создавать гигантские армии которые будут им подчиняться и воевать до последнего солдата не совсем ясно будет ли обладать клон сознанием если нет то это будет так сказать человекообразный робот а если и будет обладать сознанием то все равно совершенно невозможно прогнозировать логику его поведения поступков принятия решений и тем паче непонятно система ценностей которыми будет руководствоваться это подобие ну есть такое мнение что клон это ухудшенная копия человека и если клонов становится слишком много то ими уже можно манипулировать возникает вопрос об их мозге о том кто ими управляет какие они будут предпринимать действия просчитать все это разумеется совершенно невозможно более того аналитики утверждают что террористы обладающие технологией создания клонов смогут воспроизводить копии руководителей государств и различных политиков затем подменять их и решать таким образом свои вопросы тем самым создавая хаос на мировой арене не стоит сбрасываться счетов и вопрос дисбаланса населения ведь любая технология производства со временем становится дешевле а это значит что такие страны как Китай или исламские государства где рождение девочки в семье не приветствуется могут использовать клонирование для того чтобы увеличить численность мужского населения все эти факторы даже разрозненно могут постепенно привести планету к полному вырождению а в совокупности они могут уничтожить человечество в считанные годы человеческой истории и психологии масс сколько бы мы не пытались каким-то разумным способом подчинить природу это невозможно если мы там внедряем придумываем не знаю лекарства от одних вирусов появляются другие просто жизнь так устроена что нам нужен конфликт нам нужен новый опыт развития если вдруг появится клоны появятся я не знаю на биологическом или на социальном уровне какие-то антиклоны появятся те кто либо будет там гринпис бороться с этими клонами или появятся люди которые противостоят этому движению ученые уже не раз пытались спрогнозировать будущую картину мира результаты во всех случаях оказывались неутешительными в своем современном облике человек обречен на дальнейшее существование ему нужно развиваться но пока этого не происходит человечество медленно и верно катится в пропасть и если такая программа как массовое клонирование будет запущена то мы лишь ускорим этот процесс у человека будущего появятся новые качества возможность видеть в кромешной тьме дышать под водой и читать мысли других людей но именно это и приведет его к полнейшей деградации и тому что в каждом из таких существ уже не будет ничего человеческого среди сотен версий конца света есть одна о которой заговорили сравнительно недавно согласно ей после апокалипсиса Земля совершит квантовый скачок и перейдет в четвертое измерение после этого как утверждает физик университета Баффало в США Дэйян Стойкович на нашей планете произойдет массовое помешательство и как следствие большая часть человечества погибнет люди попросту не смогут обработать и понять то огромное количество информации которое беспрерывно будет поступать в наш мозг из космоса у нас сознание оно трехмерное что это значит это не значит что мир у нас имеет три измерения пространственных это значит что наш мозг выдает нам такую картинку у него такая программа генетически заложенная а теперь представьте что мир мы становимся наше сознание меняется мы видим четырехмерное измерение это значит что мы одновременно видим себя и вчера сегодня завтра и так далее в прошлом и в будущем и вообще мир абсолютно другой будет но откуда возьмется столько информации исследователи предполагают что человечество получит доступ к вселенской базе данных звучит невероятно но впервые теорию существования в космическом пространстве огромного информационного поля выдвинул гениальный российский мыслитель и философ Владимир Вернадзе в своих трудах он называл ее теорией ноосферы ученый считал что в космосе хранится опыт всех предыдущих поколений людей и цивилизаций живших на земле задолго до нашего появления и однажды человечество сможет воспользоваться этими сакральными знаниями главный вопрос будем ли мы готовы к этому если это будет скачкообразно то тогда может возникнуть апокалипсис для людей которые вообще не будут понимать что происходит в этом мире ну представьте у вас поменялась программа вы видите теперь все по-другому ну собственно когда человек сейчас есть психически больные люди это люди которые не понимают где реальность где нереальность есть такое тяжелое состояние называется сумеречное состояние сознания когда человек вдруг начинает все крушить все ломать у него идут какие-то непонятные видения и потом он резко выходит с этого состояния опираясь на теории прошлого современные ученые считают что квантовый скачок который может произойти на земле откроет для людей вселенскую базу данных но вот каким образом будет происходить переход в четвертое измерение и сможем ли мы его распознать ученые предполагают что главным признаком перехода нашей планеты на новый уровень будет являться резкое падение напряженности геомагнитного поля земли сегодня многие ученые убеждены в том что переполюсовка земли даст человечеству шанс перейти на более высокий уровень развития такой вывод исследователи сделали после того как заметили одну странную закономерность как только полюса начали ускоренное движение электромагнитные волны и низкие частоты земли также стали повышаться у нас все ритмы они подчинены ритм земли почему сейчас у нас многие болеют люди потому что произошло изменение частоты и человек не успевает просто адаптироваться к этому новому ритму то есть перестройка организма она все равно произойдет потому что эти условия не характерны для человека частота шумана которую еще называют пульсом или голосом планеты это постоянная низкочастотная волна ее нормальное значение 7,8 герц она оставалась неизменной на протяжении многих лет и использовалась в том числе для настройки навигационных приборов однако после того как полюса земли пришли в движение частота шумана стремительно поползла вверх по одной из версий когда она достигнет значения 13 герц человеческий мозг перестроится на совершенно новую волну восприятия и передачи информации человек это такая сущность которая одухотворяет материю то есть землю то есть человек это промежуточная инстанция между богом так как человек создан по образу и подобия бога но этот образ мы еще в себе раскрыть должны подобием наполниться и одухотворить материю землю а земля дальше дает нам новые программы для нашей эволюции нашего физического тела для трансформации нас и получается вот такой замкнутый круг мы передаем энергию богов земле земля передает нам необходимые программы драйвери для нашей телесной души духа и тем самым трансформирует в нас ученые прогнозируют что к концу 2015 года частота Шумана увеличится до 12 герц это может привести к тому что мозг человека начнет перестраиваться на более высокий уровень развития со временем на земле будет рождаться больше гениев а значит совершаться больше научных открытий более того по мнению некоторых исследователей 21 век станет веком людей со сверхспособностями мы сможем читать чужие мысли на расстоянии лечить болезни и не исключено что получим уникальную возможность проникать сквозь время и пространство произойдет и дальше произойдет от сев зерен от плевел общий уровень сознания вырастет и те души которые будут рождаться в следующем воплощении они будут уже приходить совершенно другими программами вот так все все настолько просто как апельсин но это новое и новое принимается очень трудно потому что это противоречит тем ортодоксальным знаниям и понятиям которые были записаны в канонах различных там религий вполне возможно что человеческая раса может стать самой высокоразвитой за всю историю существования земли то что для одних станет концом для других началом новой совершенной жизни о том что конец света станет началом новой жизни говорят многие духовные учения в любом случае человечество ждет мучительный естественный отбор исследователи не исключают что не все люди смогут перестроить свой мозг на иной уровень развития те чей мозг не приспособлен к работе на этой частоте не развитые не склонные к творчеству и духовному росту будут испытывать психический дискомфорт начнутся массовые психозы и истерические состояния по земле прокатятся волна суицидов те же для кого творчество естественное состояние получат набор новых возможностей по самым по самым оптимистическим прогнозам через неделю человеческий человеческий мозг перестанет функционировать человек сойдет с ума попадет в некое совершенно бессознательное пространство где категория сознания вообще неприменима это какой-то будет черный провал житель Руси даже 14 15 века за всю свою жизнь встречал людей меньше чем мы видим за день и для него это была другая реальность для нас же уже привыкших к такому объему информации и к людям и к сменяющим друг друга картинкам к звукам к интернету здесь есть особого рода проблема как привыкнуть к этой смене к тому что всего очень много всего в изобилии но если апокалипсис неминуем и все же когда-нибудь наступит то что будет после многие исследователи не одно десятилетие пытались ответить себе на этот вопрос придумывая различные сценарии развития событий но так и не пришли к единому мнению то есть возникает вопрос что же все-таки остается какой апокалипсис смотря какой если у нас уничтожается допустим жизнь ну вот я не знаю какое-нибудь излучение пошло гамма излучение радиация такая стала огромная что вся жизнь исчезла хотя тараканы не выживут ну допустим тогда будут а растения все остались тогда они начнут начнут где-то засуха где-то будут наоборот расти сорняки 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 допустим исчез человек а все остальные остались животные растения то почему бы земля не ожила никто ее экологию не портит она потихонечку будет залечивать свои раны которые человек сделал какая-то будет идти эволюция но только без человека в свою очередь ученые двух известных университетов Кембриджа и штата Юта объединили свои мысли и создали приблизительную картину того как будет выглядеть наша планета после наступления конца света в первом варианте они исключили возможность существования людей на земле после катастрофы но не самой жизни удивительно но по их версии даже в таких условиях жизнь на планете не исчезнет даже в ядерном реакторе живут какие-то бактерии а вот ну ход эволюции будет повторяться если правильная теория что жизнь принесена с какой-то другой планеты то земля будет ждать когда ее посетит кто-нибудь и возобновится новый род разумных существ может быть отличных от людей другого роста другими параметрами смутировавшими или объединившись с кем-то из существующих на тот момент на земле существ во втором случае ученые проанализировали эту же ситуацию но уже с участием небольшой группы выживших людей известно например по биологическим данным что когда первые люди кроманьонцы выходили из Африки это по генетическому коду прослежено то популяция достигла размеров всего лишь несколько тысяч и вот из этих нескольких тысяч людей возникла потом вся цивилизация человечества на земле вот так же можно спасти обеспечив жизни нескольким тысячам может быть тысячи людей молодых здоровых крепких образованных чтобы потом восстановить человечество даже после такой катастрофы первое на что они обратили внимание это связь между странами и континентами которая на долгое время будет просто потеряна люди не смогут позвонить по телефону отправить письмо на электронный адрес топливо и еда станут главной валютой за которую и будут сражаться выжившие кто бы не выжил после апокалипсиса мы найдем за что драться потому что конфликт это способ развития если это будет проблема в ресурсах люди будут биться за ресурсы если это будут какие-то духовные ценности люди будут конфликтовать по поводу духовных ценностей человечество умрет если она установится в развитии пока существуют конфликты мы развиваемся и конфликт всегда создает разные стороны враждующие спорящие неважно но как быть с водой даже если она закончится или будет непригодна для питья есть вариант того что человечество сможет продержаться на оставшихся с лучших времен прохладительных напитках которые как уверяют ученые не пострадают в пользу этой версии говорит и эксперимент под кодовым названием чайник проведенный в 1955 году на полигоне в штате Невада тогда несколько упаковок стеклянных бутылок и жестяных банок с содовой водой и пивом располагались в зоне ядерного взрыва они почти не пострадали причем вкус напитков не изменился они ну понятно они хотели определить насколько значит радиоактивное заражение влияет на теряные продукты как они заражаются да но это мне показалось достаточно ну бесполезным в плане науки потому что если начнется даже вот ядерная война какая разница что значит какое колесо попадет внутрь этой облученной пищи все равно это рак все равно это смерть по расчетам ученых постепенно начнется восстановление сельского хозяйства ведь на острове Шпицберген в Норвегии находятся всемирные семенохранилища каждая страна имеет в нем свой отсек а главной задачей комплекса является защита разных видов семян от уничтожения в результате глобальной катастрофы или ее последствия и пока сельское хозяйство будет восстанавливаться людям придется искать способ себя прокормить человеку надо понимать что конец его жизни абсолютно не означает конец жизни для планеты и вообще скажем так существование человека вот среди космических масштабов да среди вот этого миллиарда галактик оно представляется достаточно эфемерным нестабильным ну и неопределяющим для вселенной в целом человек может угаснуть легко а жизнь будет продолжаться достаточно весело получается что шанс на спасение даже при самом страшном развитии событий все же остается и человечество пусть и не в полном составе все же сможет продолжить жизнь на нашей планете после апокалипсиса жизнь эта будет сложной и трудной однако спустя множество тысячелетий их потомки вполне вероятно будут изучать эту катастрофу в учебниках истории и возможно они извлекут из нее урок после которого на земле не произойдет ни одного нового апокалипсиса до сих пор Продолжение следует...